Уже занимаются в кружках. Из них 20 тысяч повышают свою компьютерную грамотность. И теперь смогут зайти на сайт вм.ру, вечерняя Москва, и прочесть статью об этом. Аргументы и факты сегодняшние смотрим. Националисты толкают страну к катастрофе. Зачем Киеву суд над Януковичем? Это сегодняшний аргумент. И факты публикуют такой материал. Есть, конечно, много всего про встречу лидера Северной и Южной Кореи. Они встречаются на территории Южной Кореи в демаркационной зоне. Как проходит эта встреча и прогнозы всяких специалистов смотрите сегодня в любом издании. Google, Microsoft и Amazon не встречались с Роскомнадзором по блокировке Telegram. Не приехали на встречу с представителями, чтобы обсудить дальнейшую какую-то перспективу и восстановление работы инфраструктуры. А говорят, до Амазона Роскомнадзор даже не смог достучаться. На него нет выхода. Буквально такая цитата сегодня читаем. Это по интерфаксу, например. Ну и в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора появились IP-адреса, собственно, Twitter, ВКонтакте, Яндекса, Facebook, Cloudflare и так далее. Так что смотрите, будьте внимательны. Не удивляйтесь, если что-то вдруг начнет тормозить. Независимая газета рассказывает о том, что мы живем, может быть, сами не замечая того, в эпоху с новыми первобытными людьми. Называется статья «Разбуди в себе Кинг-Конга». Человечность и жестокость достались нам от ближайших собратьев. В общем, рассматривают, что обезьяны сейчас уже перешли к освоению орудий труда. Даже изготавливают какие-то нехитрые орудия труда. И, возможно, скоро нам придется думать, как бы, как с ними взаимодействовать. Открываем сегодняшний московский комсомолец. Читаем. Российские чиновники признали применение химического оружия в Сирии режимом Асада. Признали. В книге, рекомендованной к прочтению членами Кабинета министров, утверждается, что оружие массового уничтожения использовали обе стороны конфликта. 8 часов 37 минут. Это был обзор прессы. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8. Слушать, думать, знать правильные глаголы. Говорит Москва! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграешь. Ранья дров, Сережа, серебренный рожок. 8 часов 38 минут. Пятница, 27 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио Говорит Москва! Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Сергей Даренко, доброе утро всем! Настя, Настя, Настя нам пригодилась, ребята, не зря мы ее здесь... Мне говорят, иногда используешь корейский ты. Да, 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 да. Нам Настя пригодилась. Мы долгие годы держали Настю, не зная зачем. Оказывается, ее предназначение, ее рождение было связано с сегодняшним днем. Она специально для сегодняшнего дня была... Ты понимаешь, что ты была предназначена этому? У тебя есть такое восточное чувство, что есть какое-то предназначение в твоем рождении? Да, конечно. Ну помнишь, в матрице там этот кореец, японец, китаец, неважно, когда он пробивается к архитектору, он дает неопроход, дает ключ, или что там, кстати, не помню, и погибает под пулями, а кто-то из невосточных людей говорит, что ну вот он погиб, и все. А он говорит, но это и было мое предназначение. То есть его предназначение, он был рожден, чтобы прожить долгую жизнь и открыть дверь Нео. Больше ни для чего, больше ни для чего. Это и было его предназначение. Поминается анекдот, сборник анекдотов 90-х годов, который я вычитала. А ты читала такие... Я была маленькая, мне хотелось, да... Непристойности читала. Нет, почему не пристойности? Анекдот такой. Да. Человек в отчаянии там где-то молится в углу, там бьется головой, говорит, господи, ну скажи, намекни мне, в чем мое предназначение, зачем я был рожден? И вдруг разверзается там небо, туча, оттуда свет и голос. Говорит, помнишь ты, соль в плацкартном вагоне передал соседу? Он говорит, да, да, помню. Ну вот. Вот, собственно, вся остальная его жизнь была предуготовлением к этому моменту. Хорошо, и Настя была рождена, и прошла все эти десятилетия. Чтобы сегодня найти два ролика. Чтобы сегодня рассказать нам про Корею, дорогая. Значит, этот Толстун, диктатор, поехал к этому, я не верю, я не верю, я не верю в демократизм корейцев. Вот я тебе прямо говорю, конечно, когда они могут быть демократами, когда они едят собак. Это очень странно. Да не едят они уже ничего, они едят рис и кимчи, ну что вы говорите? Вчера, слушай, я тебе расскажу про собак. Вчера, значит, мне присылают ссыль, что русский магазин Обитель, Обитель, монастырские товары, торгует собачьим жиром. Да, я так удивилась, что у меня как-то там жир. Слышь, я же подпределяю, откуда в собаке жир? Жиром кимчуны надо торговать. Нет, ее подкармят довольно долго. Русский магазин Обитель торгует собачьим жиром. Я офигенски сразу лезу на этот сайт. А зачем это? Ну что, вот я купила, например, килограмм собачьего жира. Килограмм? Яичницу жарить? Яичницу. Яичницу на собачьем жиру, милое дело. Да я тебе серьезно говорю, но я не пробовал ни разу. Но если на среду хорошо, то что на собачьем не пойдет? Значит, я полез, слушай, сейчас прочитаю. Собачий жир натуральный, 250 миллилитров. Монастырский магазин Обитель. mm-obitel.ru Собачий жир натуральный. Жир семейства псовых. 250 миллилитров. Это я в интернете сейчас читаю. Биологически активная добавка к пище. Рекомендуется в качестве БАД к пище. Дополнительного источника полинасыщенных жирных кислот. Потом, значит, против них Life Journal пишет. Зоопаркин в Life Journal. Давно ходили слухи, что собачий жир продается в некоторых монастырях, но не придавал значения. Это человек пишет какой-то, наоборот, который против. Да, я понимаю. Понятно? Дог-хантеры. Да, не обманывает. Это обычный жир. Дог-хантеры в рясах. Внутри ноги. Ну и так далее. Я полез туда. Да. Там есть раздел в обители. Там иконы, значит, все это. И давай. Раздел животные жиры. Тычешь в... Он есть цель. Идешь в Пимск в животные жиры. Где написано, товаров, соответствующих к вашему запросу, не обнаружено. То есть они чирикнули этот отдел. Раздел. Сняли. Что-то там было. Что-то было. Но мы не знаем, что. Монастырские продукты. Вы найдете огромный выбор продукции из монастырей по выгодным ценам. С доставкой. С доставкой на дом. При делах мука. Да. Нет. Вас же собачьи же. Так что? Нет. Про корейцев. Возвращаемся к корейцам. Возвращаемся к корейцам. Там какое-то специальное блюдо им готовили. Вообще, короче, если коротко, то говорят, может быть, у Толстуна, у нас случилось откровение. Но вы знаете, что он, во-первых, учился... Толстуна меняется в виду кимчаным. Ну, конечно, не собака. Да, давай. Он же учился, вы знаете, в Швейцарии. Ну, в детстве. Как это? Ну, и что? Вы не понимаете глубину происходящего в детстве? Я знаю. То, что происходит в детстве, кажется каким-то долгим. Нет. А с кем он учился? С кем он учился? С сынками. С детьми. Абсолютно нет. Абсолютно. Спасибо. А он учился с детьми арабских шейхов и русских олигархов. Да. Это скотобаза. Я не должен ругать детей никогда, ты знаешь. Но это скотобаза. Я знаю эти... Он же ребенок. Ну что вы? В хорошем смысле. Значит, я знаю эти прекрасные места, где там ручки золоченые на дверях, где золоченые круги для унитазов позолоченных и так далее. Я знаю эти места. Это не Шотландия, где их заставляют бегать, как будто смотр песни и пляски. По мху? Нет. В Шотландии их заставляют бегать там в юбочках при плюс пяти. Значит, как будто они в Екатеринбурге на песне строя и пляски. Где это было? В Екатеринбурге у нас или где? Ну да. В Екатеринбурге. Да-да-да. В Екатеринбурге. В Екатеринбурге девочки ходили в балетках по снегу. К этому чуть позже вернемся. Значит, нет-нет. Это Швейцария. Там все для таких сынков. Но все равно. Ну все равно. Это понимаете. Это жизнь как страна. Они там понимают свою избранность. Как страна. У нас это такой союз. А их как в Швейцарии. В страну, да. Ну расскажи. И поэтому есть, вообще на самом деле есть основания, ну такие глобальные, психологические. Толстуном Настя называет северокорейского лидера. Северокорейского лидера. А мне понравилось. Мне показалось, что это очень уважительно и даже с любовью. Намекающе на некоторую, может быть, даже интимность. Хорошо. И Толстуном в хорошем смысле имеется в виду. Нет, что ты нежна к нему. Нежна. Нежна. Да. Давай. И поэтому то, что он сейчас, значит, договаривается о встрече с Трампом. Ну, вы знаете, идут там переговоры. Толсту. Он нанес тайный визит. Вы знаете. Толсту. Он, значит, сейчас разговаривает о историческом событии. Никогда еще нога не ступала северокорейского лидера туда, на территорию Южной Кореи. Я, кстати, думаю, насколько ему тяжело. Даже Лимонов однажды говорил, что они не могут. Я в приватной беседе с Лимоновым спрашивала, а вы не хотите все это остановить? Пили с Лимоновым? Да. Что это за приватная беседа с Лимоновым? Ну, как-то... Пили или ты была Назболовкой? Нет, нет, я не была Назболовкой. Просто издатель его книг, он был мой товарищ, знакомый. И мы на... Саша Иванов? Нет, Константин Тублин. Он сейчас с анацией банков занимается. Не важно. Хорошо. С Кудрином дружил. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Короче, да, видите, как оказывается... Ну вот, я ему говорю, а вы там не хотите все это остановить? Я говорю, Лимонова, ну что, типа вот это Назбол и все вот это. Вся-вся вообще эта история полностью. А он говорит, я не могу, потому что уже как бы кто-то сидит, из-за вот этих знамена, мы не можем остановиться. Это будет нечестно, что я им всем скажу, все расходимся. Про что мы сейчас говорим? А я говорю про то, что Ким Чен Ын тоже остановить то, что происходит у него со страной, ему тяжело. Так, Настя говорит, я спросил Настю. Они сразу начали разговаривать, быстро. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Южно-кореец и северный кореец. Они вдруг начали лопотать. А я, Настя, спрашиваю, Настенька, а как они друг друга понимают? Например, как Костромич и там Воронежец? Нет, как мы с вами. Вы меня все время поправляете, но это не важно. А, то есть у тебя есть какие-то регионализмы. Ну да, чуть-чуть. Там тоже меня бабушка воспитывала. Да-да-да-да. Я понял. То есть они друг друга понимают прямо в лес. С полуслова, да. Прямо потому, что это единый язык. Несмотря на то, что это корейский язык. Хотя эстетически, Настя говорит, они абсолютно разные два языка. Официозные, да, официальные. Эстетически они отличаются. Мы можем угоститься. Давай, покажи нам, как это все происходит. Угости нас. Сначала вам что? Нормальная речь? Сначала Северную Корею. Сначала Северную Корею, пожалуйста. Выпуск про запуск ракеты. Давайте. Вот слушайте, как говорят Северные Корейцы. Даня говорит, что у них эстетически очень отличается подача. Они по-другому. Северные Корейцы. Это северная корея. Я тоже понимаю. Я тоже понимаю. Если коротко перевести, пойдемте есть собаку. Мы ее сварим, отделим мясо от костей, и будем жевать ножом и вилкой. Нет, палочками, палочками. Это северная корея. Это северная корея. Потому что Россия не стоит на подобных традициях. Россия все-таки несет теплоту уголовного шансона в голосе всегда. А как же внимание? Внимание. Нет. 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 В России главная традиция – это какая-то человеческая теплота уголовного шансона. Сейчас вам настоящую теплоту. Конечно. Из Колымского белого ада шли мы в зону. Понимаешь? В властях такого никогда не было. Всегда была. Всегда была. Всегда была. Это человеческая. Давай, поехали. А теперь Южная Корея. Южная Корея. Они подают новости по-другому. Западные. Да девочку какую-нибудь южнокорейскую. Что мне мальчика дают? Девочку? Девочек много. Я просто двух мальчиков, чтобы вы… Девочка-колокольчик. Я хочу девочку-колокольчика, чтобы девочка подавала новости. Южнокорейская. Конечно. Прям неожиданное. Выковыривая из зубов собачатину, она должна… Да не едят там собак. Выковыривая, говорит, застряла, говорит, лопатка. Я ела лопатку. Прям целиком. Я же вам рассказывал. Там суп. Я, говорит, ела этого. Той-терьера, той-терьера ела. И лопатка целиком застряла в зубах. Говорит, очень неприятно. Сейчас мы… Зачем не ешьте той-терьеров перед новостями? Да. Что там? Нет, это не… Сейчас девочку… Девочка, девочка. Техочка. Они на скриншотах есть? Да, да. Девочка, девочка показывает на скриншоте нарочно, чтобы подманить потребителя. На самом деле, потом нет никакой девочки, да. Вот они в диалоге. Ну да, в диалоге, в диалоге. Говорит, самсунг хороший, но собачье мясо застревает в зубах. Сейчас она говорит, самсунг хороший. Хорошая. Самсунг, она говорит, хороший. Самсунг? Но собака лучше. Да. Ну, все, все. Дай мне снова, пожалуйста. Теумаляю того чувака северо-корейского. Северо-корейский больше похож на… Да. Это по-настоящему советский человек. Сначала опять, сначала. По-настоящему сначала. Я Теумаляю. Сначала. Нет, сначала. Сначала он был торжествен. Субка появится. Стика. Поехали. Поехали. Это, настоящий темперамент, мать. Он не ел, торже. Он не ел, торже. Он не ел, торже. Он не ел той терьера, но ему показали фотографию среднеазиатской овчарки. И он подумал, как бы он ее съел. И вот это слышно в голосе. Это новости в Северной Корее. Женщина читает спокойно. Но это про смерть лидера, поэтому это не считается. Считается. Она плачет. Конечно. Я была на новостях, говорит, и мне не оставили даже правого ушка. Я просил, оставьте ушко. Ну я что же расслабляю. А ты плачешь. А знаете, когда это когда-то как чихание или зевание передается очень. А ты плачешь. Примерно начинает человек плакать. Это они издевались тоже. Видите, взяли кусок, показали западники. Ну хорошо она читала. Видно было, что она немножко голодна. Голодна, да. Она хотела бы все-таки навернуть собачку. Вот что. Но скорее Ньюс. Септембр. Семнадцатого года. Давай. Говорят сейчас про съезд Единорасси... О, нет. Про этот. Про... Как там называется? Музыку будем слушать застатку? Про правящую партию. Я просто... Правящие партии все время меня путаются в голове. Ты знаешь, что в Танзании правящая партия как называется? Вот ответь мне сразу. Нет, не знаю. В Танзании как правящая партия называется? А как же она называется? А я тебе скажу. Чама-чама-пиндузи. А, точно. Ну как же... Чама-чама-пиндузи. Когда ты выучишь уже? Господи, я повторяю постоянно. Чама-чама-пиндузи, товарищи. Это северная Карелия и южная? Северная. Вы что, не отличаете? Я уже не могу отличить. Все. Во-первых, у них всегда значки. Видите, значок? Да. Во-вторых, она сейчас расплачет. А что случилось? Польска. Она говорит, в Польше, что это дела? Дела. Пошли, Нина. Кемска-волос. Ну, неважно. Все, да? Польска, да. Хватит, хватит. Польска, она говорит. Польска, говорит. Вы знаете, что в Вася можно поехать... Столько собак, говорит, в этой Польске ходит по улице. Без визы. Куда? Давайте я сейчас продам Южную Корею. Южную. Поездим в Южную. Можно. Берем билеты и летим. Можно дурацкий вопрос. Ты знаешь, сколько туда лететь? Да, 9 часов. Ну, кому это в кайф? 9 часов. Ну, какая разница? У вас же есть с тобой телефон или планшет? Там какая разница, где сидеть? За это дурацкое время, 9 часов, можно долететь до Мальдива. За это время можно долететь, ну, почти, до Америки. Понятно? Ну, что, нормальный человек полетит, если вы, 9 часов. Конечно, конечно, конечно. Их нихт. И останетесь там навсегда. Нихт. Их нихт. За 10 часов можно долететь до Найроби. За 9. Понимаешь? Можно 5 часов до... До Найроби. До Найроби. Но прививки надо сделать. Зачем вам это? Не надо прививки. Мы привиты постоянно. Приезжаем в Корею, попадаем в современнейший суперский Инчон аэропорт, где деревья растут внутри такого стеклянного купола. Да. Стадимся на такси, которое вас везет, значит, в отель в Сеул. Мы проезжаем миллионы-миллионы теплиц, где выращивают помидоры, черри и клубнику. Вот. Приезжаем, идем обедать. Обедать мы выбираем ресторан. Рестораны все, значит... Ты имеешь в виду в Южной Кореи? В Северной я не была. Я думаю, там в Северной все совсем по-другому. Там, говорят, ни машин, ни людей вообще ничего нет. Вот. И когда, говорят, мужики несли стекло один раз через дорогу, врезался наш дипломатический автомобиль был козу, и разбили стекло. И там была очень целая проблема, потому что стекло дорого стоит очень сильно. Да, да, да. А машина была единственная русского посольства. Да, да, да. Ну вот. И, в общем, да. И вот мы с вами выбираем, какой мы идем моноресторан, ресторан, ну, сразу поторжественнее. В Сеуле? В Сеуле, конечно, да, да, да. В любой, значит, выходим. Там, например... А чего бы ты хотела отведать? Что бы ты хотела отведать? Вот сейчас сразу сходу солонтан. А что это такое? Солонтан его у нас не готовят, потому что... Ну что это такое? Это бульон, который варится много-много-много часов, даже, по-моему, несколько суток, и он становится белым. На самом деле, во многих национальных кухнях есть аналогичное блюдо. Хаш. Он становится белый. Да. И за ним, поскольку надо следить, его очень тяжело готовить. Вот только по праздникам, да? Да, да. И есть рестораны, которые на этом специализируются. Здесь солонтан съесть невозможно, потому что его молоком, просто молоко подливают для цвета, и как бы невкусно получается. Если ешь солонтан с рисом, это божественно, просто очень вкусно. Ты садишься, там, в столах такие ванночки с кимчи, ты открываешь ее, берешь, значит, рис, солонтан, берешь кимчи, ешь. А справочник по лечению артрита выдают? Конечно. Артрит надо лечить. Конечно, нефитовая кровать нам поможет. Нет, нет, нет. А когда ты ешь такие бульоны, у тебя будет артрит. Ну, ты в курсе. Да, да, да. А артра, есть такой препарат, это принимать 6 месяцев непрерывно по 3 таблетки. Вместе с бульоном. Вместе с бульоном, да. И что еще? Ну вот, значит, потом мы идем на гору, заходим. Они прикольные сами, корейцы? Ну, конечно, главное общий язык найти. Ну, какой общий? Никакого общего нет, английский, английский. Там есть, слушайте, на людей. Они по-английски говорят? Там есть, конечно, конечно, говорят. Там есть очень дремучие люди, которые сидят на корточках. Можно понять их английский? Можно понять их английский? Да, ну, а лучше так же, как у вас. Примерно одинаковые. Нет, никаких нет. Понятно, понятно. Они сидят, кто-то сидит на корточках и ходят к гадалкам, которые сидят прям в палатках на Канами, гадают вам там по книге перемен прям сразу. На корточках кавказцы? Да. А, как-то мило. Это как бы старая генерация. У них же в 50-е годы ничего не было. И есть абсолютно новые, модерновые. То есть при том, при всем, что они сидят на корточках, вокруг супердизайнерские какие-то там забегаловки, какие-то там парикмахерские, телефоны, вот эта вот вся вот эта инфраструктура. А то, что женщины и мужчины вместе ходят в одной и той же одежде, как дурашки. Это студенты. Дурашки такие. Это только студенты. Только студенты. Девочки незамужние, они, да, они такие ножки носочками друг к другу, так вот скривить ножки, значит, стоят, ждут автобусы, пе-пе-пе, вот так вот разговаривают. А потом они выходят... Южная Корея очень душно, дикая влажность, еда ни о чем, мясо могут есть единицы, 85% едят только рис. Короче, страна не ахти, сказал Дэн-Дэн. Дэн-Дэн. Вы во Владике жили? Во Владике. Бухта Шамара, Челимы. Знаете, Владик, Владивосток? Ну что, там такой же климат, и чё? Чё, вы против России выступаете, что ли? Я не понял. Ага, ну давай, продолжаем. Значит, нас везёт. Нет, чёрт, нам надо уже в движение. Ку-ку. В движение, в движение. Подъём в движении. Спонсор рубрики ООО ЧОП Юг Дельта. Высокое качество охранных услуг. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8495-926-4829. Ну, дрянь, движение 6 баллов. Слушай, Настя, надо жить не так. Ты не умеешь жить, Настя. Надо не так. Программа заканчивается. На мотоциклы. Шереме и полетели. Вот надо с придурью жить. Ты не умеешь жить с придурью. Вот ты стала умилой. Я вам только что предложила на майский в Сеул поехать. Где ещё больше придурья вы найдёте? Нужна придурь. Сейчас заканчиваем выпуск. По мотоциклам. В Шереме, в Сеул. Нахрен. Да. Как в студенчестве в Питер. Я согласна. Как в студенчестве в Питер ездили. Обухать в Сеул, правильно. Да, погнали дальше. Внимание, внимание. Говорит Москва. Девять утра в Москве. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. В Госдуме увидели во встрече корейских лидеров возможность создания единой Кореи. Глава комитета по обороне Владимир Шаманов признал, что ещё нужно следить за развитием событий. Но первые шаги уже сделаны. Два лидера новой формации стран вышли на такой уровень. Это говорит о том, что потенциально у них возможно объединение страны как единой нации, сказал Шаманов, передает РИА Новости. Как напомнил политик, в 50-е годы стало понятно, что Германия лишилась перспектив на единую страну, потому что этому препятствовали союзники СССР. Но последующие события привели к тому, что сегодня это единая страна. Пусть не быстро, но прецедент был создан в новейшей истории, отметил Шаманов. Сегодня лидеры КНДР и Южной Кореи провели первые переговоры, сейчас объявлен обеденный перерыв. В ближайшее время дискуссии возобновятся. СМИ сообщает, что гостями инаугурации Владимира Путина станут около 5000 человек. Как рассказал Интерфаксу источник во властных структурах, среди приглашенных будут участники избирательной кампании и волонтеры, которые работали в штабе избранного президента. По сложившейся традиции, инаугурация проводится в полдень. За несколько минут до этого избранный глава государства прибывает в Кремль, проходит через Георгиевские и Александровские залы, а в Андреевском зале поднимается на подиум, где уже находится председатель Конституционного суда и главы обеих палат парламента. После этого победивший на выборах кандидат произносит текст присяги. Голосование прошло 18 марта, Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Явка составила более 67,5%. В аэропортах Москвы запретили лежать на сиденьях и передвигаться на животных. Мособлдума приняла поправки, которые позволят выписывать штраф из-за нарушения правил поведения в столичных аэровокзалах. На сайте регионального парламента уточняется, что нельзя находиться, далее цитирую, в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках. Кроме того, запрещается сидение на напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках. Также в аэропортах запрещено передвижение верхом на животных, на портативном электротранспорте, то есть гироскутере сегвеема на колесе, на велосипедах, самокатах, роликовых коньках. Помимо этого, в документе сказано, что нарушением считается прослушивание музыки без наушников. Посетителям аэропортов также запрещается купаться или принимать душ, стирать и переодеваться в места, где не предназначено для этого. На сайте отмечается, что подобные нарушения будут наказываться штрафом. Для граждан его размер будет варьироваться от 100 до 500 рублей, для должностных лиц от 1 до 2 тысяч рублей и для юридических лиц от 2 до 4 тысяч. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 62 рубля 60 копеек, евро 76.18. О погоде в Москве сейчас, по данным Гесметио, плюс 9. В течение дня воздух прогреется до 14 градусов, возможно, небольшие дожди. Ольга Данилевич, «Говорит Москва». Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8 Реклама 1 плюс 1 будет 3! Вы не ошиблись! В магазинах «Спортмастер» акция! Три пары обуви по цене двух! Только с 23 апреля по 16 мая! Подробности об организаторе, условиях и о товарах, участвующих в акции на спортмастер.ру! «Спортмастер» – ни дня без спорта! Трудно найти то, что нужно? Это не гудс! Легко найти и выбрать? Это гудс! Гудс.ру – настоящий маркетплейс для всех покупок! Дарим 500 бонусных рублей на первый заказ! Организатор акции ООО «Маркетплейс»! Акции действительно до 30 апреля! «М-Видео» возвращает 100% цены товара! Только до 29 апреля покупайте товары и акции с картой «М-Видео» бонус! Если наша сборная победит в финале чемпионата мира по хоккею, вернем 100% стоимости покупки на бонусную карту! «М-Видео» – первые 25 лет! Подробности и ограничения в магазинах! Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу – этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Радиостанция «Говорит Москва» совместно с благотворительным фондом «Подарок Ангелу» собирает деньги на помощь Свете Пичугиной. В 4 месяца девочки поставили диагноз «гидроцефалия», а затем – ДЦП. В свои 15 лет Светлана пережила несколько операций, прошла не один курс реабилитации. У девочки видны положительные результаты. Света уже увереннее сидит, появилась опора на руки, ползает, ходит с поддержкой. Девочка учится на дому, занимается вокалом. Пение – ее любимое занятие. Она очень общительная, жизнерадостная, несмотря на свой недуг. Ее мечта – встать на ноги и пойти без чьей-либо помощи. Для этого девочке нужны несколько курсов реабилитации. Вы можете помочь Свете и другим детям, сделав пожертвование на сайте подарокангелу.ком Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграем, ранья друг, Сережа, в серебре на горожок. Девять часов, семь минут, пятница, 27 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это Радио Говорит Москва! Говорит Москва! Анастасия Анастасия Анашко, ведущая этой программы. Сергей Даренко, доброе утро. В аэропортах Москвы запретили переодеваться в туалетах и сидеть на полу. А что же, почему переодеваться нельзя, я не понимаю. Переодеваться нельзя... Почему она не может делать все, что угодно в своей кабинке? Что ты можешь... Если ты заходишь в кабинку, какое им делать, что я там делаю? Ну, наверное, не в кабинках. Еще ноги в раковине мыть запретили, да? Ну, что там у нас обычно какие-то вещи? Значит, ну, это же гигиена. А что, если ноги воняют? Вам лучше, чтобы они воняли? Или подмышки, Сергей. А что подмышки? Вонючие подмышки хуже ног, потому что они ближе к носу. Ну, и пусть они их моют, а что ты не хочешь? Конечно, пусть. Пусть. А? Пусть. Человек должен мыться в субботу в бане по субботам, а так, по середине недели, он должен мыть подмышки, не скажу чего, и ноги. Он должен мыть, правильно? И руки. Ну, руки так, а пока моешь подмышки, руки сами вымоются. Зачем их отдельно мыть? Все беременешь руками, оно и вымоется само. Мыло тратить, а? Да. Носки постираешь, вот тебе руки помынуть, считай. Да. Разве нет? Да. Пока сполоснул, сполоснул, раз. Хорошо. Я думаю, хорошо, а что же делать этим людям, которые живут в Шереметьеве? Много таких? Да, там живут люди, там живут, там есть когда-то колония-поселение, там они жили раньше, я ходил, какие-то арабы жили, какие-то сомалийцы, какие-то там наверху, на втором этаже, в особенности, вот когда идешь туда в ресторан, который невкусно и долго готовит, омерзительную советскую хавку, там салат оливье какой-то, невкусно, долго и дорого. Вот там живут какие-то сомалийцы, суданцы какие-то, они едут из вечности в вечности, там задержались где-то потихонечку, понимаешь? Ну вот, я не знаю, я думаю. Хорошо, а как же, а ты ночевала в аэропортах? В аэропортах, в аэропортах, прости, в аэропортах, да. Пытаюсь вспомнить. Ну, вспомнил. Ну, да, было дело, я же летела к дедушке в Америку однажды. Я как-то в Дохе залип, в Дохе. Мне надо было ждать в Дохе 23 часа, потому что я просто опоздал на самолет 23 часа. Я пошел, купил бизнес-зал просто, ну там, не знаю, 25 долларов бизнес-зал. И что, там можно поспать? Ну, там можно развалиться, там хорошие большие кресла, там много хавки такой бесплатной, ну, в бизнес-зале. То есть я купил на сутки бизнес-зал и сидел 23 часа. Да, там еще был хороший Wi-Fi, у меня был компьютер, но я, знаешь, это состояние, когда ты залип в аэропорту и там сидишь вот в этом кресле, сначала оно удобное, потом у тебя начинает, тебе начинает казаться, что у тебя все связки, все суставы ломят, потому что оно не просто неудобное, а оно какое-то совсем гадкое. И, в общем, непонятно, что ты сломаешь позвоночник здесь, и ты живым отсюда не уйдешь. В общем, понятно, да? Первая стадия, когда оно удобно, продолжается полтора часа. Потом следующая стадия, когда оно неудобное, продолжается три часа. Три часа кресла неудобны. Потом через, по прошествии примерно пяти часов, пяти часов, ты понимаешь, что ты рожден в этом кресле, что твое тело и это кресло есть единое целое, и что ничего лучше этого кресла не существует, и ты потом встаешь в туалет. И надо такое домой, да. Да, и надо домой, нам надо такое. Через пять часов сидения ты как-то по нему растекаешься, у тебя какие-то правильные, правильные формы, когда все уходит туда, куда надо лопатка уходит, куда надо нога уходит, и ты уже принимаешь какую-то позу медузы, выброшенной на берег. И ты думаешь, господи, как это хорошо. И следующие пять часов не замечаешь. И всего проходит десять, а сидеть надо двадцать три, понятно? И ты, значит, понимаешь, что двадцать три не скоро кончатся. Это какой-то ужас. Вот так я сидел в Дохе. Доха. Значит, а так, чтобы вот и в Домодедове. А что запретили сидеть на полу? Я не пойму. Я не знаю, чем-то, и по словам не понравилось. Сидишь, там везде, главное, ковролин. А чем плохо? Мне так нравится. Я не знаю. Да. Так и хочется. Дикие люди. Дикие люди, эти аэрофлотовцы. Не аэрофлотовцы, а как их, аэрофлотовцы. Они говорят, у нас здесь хорошая вечеринка, все люди с другим настроением, сидеть нельзя. Ну, видимо, как это, как в ресторанах, типа. В Домодедове я записал надолго, всегда приходил, потому что у меня всегда был рейс в Волгоград, у меня предки жили в Волгограде, когда я учился студентом, а в Домодедово всегда был туман, как только рейс в Волгоград, 13, 13, 13-70, 13-71, 13-73, 13-75, вот эти вот рейсы, 13-11 на Волгоград, на Ту-134. Они всегда были в туман. И всегда я приезжал к рейсу в 21-22, и всегда я знал, что через 12 часов полетим. Но там, мать, я был хитрый. Я тогда занимался искусством просачивания, я просачивался в служебное помещение. Я становился рядом с служебным входом, значит, и постепенно за какой-нибудь женщиной, которая там идет, я за ней проходил в служебный коридор. А там вы что делали? В служебный коридор. Там тем более не сядешь на полу. А нет, в служебный коридор. Я дальше шел, находил какое-то техническое помещение, где диванчик, еще что-то. Ни разу не проспали в свой рейс? Ни разу. А почему я? Я бы не решилась. Как там проспишь? Потому что там пьяные аэропортовские работники тискают баб. Там виск какой-то, мат виск. Как лучше, может, в зале ожидания сидеть? Нет. Я все-таки принципиально ходил в служебные помещения. А ходил в служебные помещения. Там было крыло такое, потом направо надо просочиться и так далее, и так далее. Я ходил в служебные помещения, просачивался, меня никто не спрашивал. Ни удостоверения, ничего. Это были советские люди, блаженные советские люди, которые верили всему. Понятно? В Барселоне спал 7 часов, ждал стыковки с Гран-Канарией. Секундочку. Мытье ног в туалетах реально неприятно. Кому неприятно? Вам неприятно, не моете. Боже мой. А? Что докопать? Ну, скажите. А почему не сделать? Почему не сделать? Какую-то услугу. Людей горизонтально раскладывать можно больше, чем вертикально. Конечно. Мы знаем эти пенальные отели в Японии. Ночевал в Бангкоке, лежа на лавке, не видел запретов никаких. Ребят, ребят, ребят. Я хочу обратить ваше внимание, что если тела... Класть штабелями, то помещается больше. Класть штабелями помещается больше. Ну, вот поверьте мне. Ну, я серьезно говорю сейчас. Серьезно. Я говорю, нет, расчлененка еще больше. Да. Если расчлененка, то еще больше поместится. Можно вообще в какую-нибудь урну напихать человека три. Любая мать с детьми. Все дети ложатся, как обычно по обыкновению надо. К ней умещаются на эту односпальную, и все вот так вот, как в душном автобусе, когда не протолкнутся. Вот так вот лежат. Тоже очень экономно. Значит, людей надо складировать штабелями. Расчлененка, и мы вам не советуем, но штабелями. Значит, аэропорты. Вы можете, у вас потолки... Можно еще в чемодан лезть. У вас потолки по 10 метров там. И застегнуться. По 15 метров. Товарищи, постройте соты штабелями. Раскладывайте тела. Раскладывайте тела. И дайте, сколько мне надо. Вот сколько мое тело, если вот так положить, сколько мое тело в профиль будет? Кубических сантиметров? Сколько мое тело в профиль? Нет, посмотри на меня в профиль. Сколько сантиметров мне надо? Что, вам ширину, длину и глубину сказать? Нет, полка, высота полки, если я лежу. Вот здесь полка идет, а здесь следующая полка, где-то уже ты лежишь. Два на 50 на 50. Все. 50 куда? Глубина 50 и высота 50. 50, это что меня к стеночке придвинули на 50, а надо мной полка в скольки сантиметрах? 50. На которой ты уже спишь. Да, 50. Какая вам разница? Живот с 50 сантиметров? Ну, я немножко с запасом. С запасом. Хорошо. И маску кислородную, шланг, чтобы я не... Потому что мы все начнем дышать. Можно на искусственное дыхание. Мы все начнем дышать и пердеть. Значит, нам надо сделать этот самый вход. Вход. Да. Кислород можно подавать, можно нейтрок сдавать с 36, можно 50-й нейтрок сдавать. Какая разница? Можно не будя отправлять в самолет, да. Вот так, автоматически. Понимаете? А когда мы расхаживаем там все, злобные, нехорошие, нам обувь давит. Здесь, потому что мы взяли новую обувь, почему-то в поездку. Значит, брюки давят. Еще что-то. Еще неприятно. Мы опухшие. Рубашка уже из брюк выбилась. Половина выбилась, половина осталась. Над ремнем нависает живот. Лечь нельзя, сесть нельзя. На пол не сядь. Зачем это все? Я не понимаю. 7373948. Это издевательство. Алло, здравствуйте. Доброе утро. И в самолете то же самое. Опять сажают, ноги затекают, кормят соленым, дают соленый томатный сок, издеваются. Нет бы положения. Я вот прослушал, это закон или это внутренние правила аэропорта? Нет, все, депутаты МОСОБУДУМа уже ввели, все. Это уже введено. Если это закон, если мы говорим о законе, то явно он противоречит Конституции. Просто надо это оспорить. В Конституционном суде этот закон будет признан недействительным. Поясните. Напрямую. У нас в Конституции прописано, что жизнь, здоровье человека являются высшими ценностями. Вот этот закон прямо этому противоречит. Уже напрямую. То есть, например, я не могу 10 часов, ожидая свой рейс, не по своей вине, просто находиться стоя, стоять. Это действительно вредно. Уже для детей, тем более. Естественно, принять удобное для меня положение, не мешая другим. При этом, это абсолютно естественная потребность человека. Также там умыться. И так далее. Потому что вред, который я нанесу, не сделая этому своему здоровью, он будет больше, чем те неудобства, которые я оставлю. При этом аэропорт, тогда в таком случае, если он запрещает мне сидеть на полу, умываться, должен предоставить мне место, где я могу это сделать. Если я ожидаю, опять же, не по своей вине рейса, у нас это бывает часто, особенно с чартерами, мы ждем часами иногда вылета, не по своей вине, опять же. Мы должны иметь возможность комфортно разместиться, там, справить нужду, мысли, привезти все. Это правда. Скажите, просто, а я некоторое время назад рассказывал, у меня был случай, когда я опоздал на самолет в Лондоне, то есть я прилетел из Колумбии, и надо было пересесть на самолет в Москву, а его не было, и в результате, ну, все, я опоздал. На стыковку, и я пошел, у меня не было английской визы, и я сказал ровно то, что вы сейчас сказали англичанину на выходе. Он сказал, у вас есть виза? Я сказал, нет. Он сказал, а как вы собираетесь в город? Я сказал, что give me permission, please, because I cannot sleep like a horse standing. Я не могу спать, как лошадь стоя. И знаете, что произошло? Он пошел в какую-то служебную комнату, просидел там 10 минут, может быть, к начальству, вышел и дал мне визу на 48 часов. Ну вот, понимаете, поэтому должна быть какая-то альтернатива. Вот просто запретить сидеть на полу, да, и ходить в штраф. Во-первых, штраф это административная ответственность, подразумевается. Да. Любая административная ответственность применяется, то есть штраф, да. Давайте сделаем флэшмоб. Приедем все в аэропорты и приляжем на пол. Давайте флэшмоб. Приляжем на пол, посередить тележек. Флэшмоб. Ну почему нет? Начнем с детей. Мы должны доказать. Уложим детей сначала. Нет. А? Почему детей? Чуть отсадить. Садись. Говоря, да, вот эта вот аналогия получается, ну, например, да, там, закрыть все санузлы, да, и взимать штраф за то, что кто-то это делает в углу. Да, ну, к примеру, вот то же самое. Ну, человек в любом случае захочет пойти в туалет, да, условно, рано или поздно, он все равно это захочет сделать. Поэтому должна быть либо предоставлена возможность это сделать, либо, соответственно, нельзя взимать штрафы, если он это делает где-то там как-то, понимаете? Сергей, ну, главное, не запретили. Он должен купить пластиковую бутылку, воду вылить, а сам сделать. Аккуратно. Кататься на тележках же не запретили. Да, спасибо. Самое главное. Хорошо. Самые ужасные сидушки это в Сапсане. Просто жесть, говорит 75-й. Предоставлять удобство в случае задержки должен мне аэропорт, а авиакомпания. Не знаю. Рейс задержит, ребенок ляжет, ну, устал, ну, бывает, а тебе штраф. Россия 21-й век, говорит Евгений. Я тоже считаю, что нельзя быть античеловеческими. Нельзя. Пойми ты, Россия стоит на трех китах. Напомни мне, пожалуйста, на каких, Настя? Я тебе уже экзаменую, потому что работаешь со мной 10 лет. Три кита. Россия стоит на трех основах. Три основы России. Каковы? Ордынство, византийство и прусачество. Я тебе много раз об этом говорил. Россия стоит на ордынстве, ордынстве. Да. С ордынской жестокостью и коллективной ответственностью. Когда один что-то делает, всех наказывает, целый город мог наказывать из-за одного. Понятно? Да. Это ордынство. Византийство, византийство, там целый клубок разных, разных традиций, на которых стоит Россия. И прусачество, прусачество. Когда правит параграф. Понятно, да? Правит параграф. И все. Значит, вот здесь прусачество в чистом виде проявилось. Вот что нельзя прилечь в аэропорту. Это чистое прусачество. Понятно? Надо лежать стоя, Сергей. Лежать стоя. В позе мабу. Встать в позе мабу и всех, и всех унижать этим. А? Отправляя. Надо смотреть позу мабу, что ли. Мабу? Поза всадника. На, посмотри на меня. Боже, куда ты смотришь? Смотри сюда. А, я помню. Ноги. А? А? Слышно. Вот. Мабу. Это поза мабу, да? Нет, по мабу базу, может быть, мабу и такая. Поза всадника. Это китайский? Чтобы навредить, чтобы они запретили. А вот у нас в Эмиратах, пишет Владимир из Дубая, есть внутри каждого терминала гостиница. Это правда. Это правда. Потому что мы прилетаем 11 часов вечера в Дубай в аэропорт, в 11 часов вечера приходит борт наш. Да. А пересадка, например, куда-нибудь в Куала-Лумпур у нас вылет в 4. У нас тоже везде есть гостиница при аэропортах. Нет, не при. Прямо в терминале в каждом. Прямо в терминале. Вот тебе здесь магазин, а пойдешь на второй этаж, это гостиница. Классно. Понимаешь? В терминале. Такая идея на поверхности. Идешь, кайфуешь, там кайфуешь, у тебя своя кровать, хороший номер, все чистое, все сверкает, собственный душ, туалет хочешь сидеть. Обидно, единственное по-хохлядски, что всего 5 часов пересадка. А платишь как за полсуток, по-моему. Сейчас не помню. По-моему, там за полсуток платишь. Ну и как бы сразу обидно. Думаешь, что ли опоздать на рейс, что ли? Нет ли какого еще рейса, чтобы опоздать, что ли? А? И в Колумба пересадка, и в Колумбур пересадка, и в Донпасар пересадка. Они вот такие. Прилетаешь в 11 и кантуешься до 3-4 утра в Дубае. Хорошо, давайте говорить про Россию. Товарищи, Россия стоит на трех китах. Основных. Основа России, мне кажется. Это ордынство, византийство и прусачество. Ну, кроме этого, тюремный шансон, конечно. А? Тюремный шансон это скорее ордынство или скорее византийство? Надо подумать. Мне кажется, тюремный шансон не менее значим, чем византийство, ордынство и прусачество все вместе. Такое настоящее мужское сомнительное товарищество. Сомнительное товарищество с готовностью к противоправным действиям. Какое-то такое вот. Товарищество с готовностью к противоправным действиям и пониманием тщеты этих действий. Потому что все равно богатым не станешь. Понимаешь? Хорошо. Так вот вам про прусачество. Организаторы конкурса в Екатеринбурге, которые выпустили уральских девочек маршировать в снегопад, в летних рубашках, в летних юбках и в летних балетках, заявили, что дети были в термобелье и сами хотели. Организаторы мероприятия, в рамках которого курсанты маршировали по заснеженной площади Екатеринбурга, после чего эти фотографии разлетелись по соцсетям, это был конкурс «Смотр, строя и песни». А детям предлагали отменить его или одеться потеплее. Им сказали, дети, дураки. А, ну это я тоже иногда говорю, одень другую шапку. Надень, во-первых. Надень другую шапку, надень другие перчатки. Но некрасиво же, понимаете? Поэтому ребенок говорит, нет, я не хочу, я хочу пойти вот в этом. Перчаток запрещено, как мотоциклистам. Без перчаток запрещено, права не дают, если ты без перчаток сдаешь. Перчатки все точно. А зачем нужны перчатки? Чтобы кожу не содрать при падении или что? Чтобы перчатки содрать при падении. А кожу нет. Нет, это интересно, зачем перчатки нужны методиклисты? Зачем? Чтобы водная ладошка не скользила по ручке, что ли? Нет. С самоката? Чтобы не содрать, когда в падении. А, ну тогда вообще, может быть, отменить. Смотр, строя и песни. Дети предлагали отменить его или одеться потеплее. Организаторы мероприятия, в рамках которого курсанты маршаловали по снегу, в балетках, юбочках и рубашках, значит, Ольга Рагулина, это женщина, живая русская женщина. Ольга Рагулина. Понятно? Могла бы быть Хельгой, наследницей викингов каких-то суровых. Она сказала, что детям предложили выслать запись выступления, чтобы они где-то там сами там где-то станцевали и прочее. Они сказали, что это несерьезно, да? Они сказали нет. Они сказали нет. Потому что снег пошел только 24 апреля в Екатеринбурге. Снег 24-го пошел. Было поздно что-то менять. Они говорят, ну как же, мы же не знали. Половина месячной нормы осадков выпала. Мокрый снег. Непреодолимые обстоятельства непреодолимые. Да. Коллективы надели термобелье, ждали выступления в теплом помещении, потом выбегали, пять минут маршировали в снегу, в балетках. После чего снова заходили в термобелье. И намокали, да, полностью, окончательно. Абсолютно верно. Значит, я не понимаю, я понимаю, что те, кто это смотрит просто на фотографиях, это смотрят неприятно. Но это все было хорошо и правильно. Все, все, Хельга, молодец. Офицеры, которые... Помните Порфирия Иванова? Нет, а офицеры, которые смотрели на это, были в зимней одежде, которые принимали парад, там, товарищи офицеры. Товарищи офицеры, они стоят в зимней одежде, по полной выкладке, они готовы ночевать в окопе. Просто. Ну, они по зимнему пришли. А эти дети, они... Смотрите. Они знали, что... Нет, а что сказали детям? А что сказали детям? Дети теперь рассказывают. Можно про детей? Можно про детей? Да. Даем слово детям. Значит, Хельга Рагулина... Хельга... Ну, я в хорошем смысле же не пытаюсь себя обидеть. Правильно? Слово Хельга не может человека обидеть, правильно? Нет. Нет. Это значит, что она скандинавская женщина. Может быть, даже и римская до известной степени. Значит, она сказала... В смысле, девочки рассказывают. Нам сказали, что тот, кто победит... Вот стоит девочка в юбочке микроскопической на морозе. Значит, снег идет, и офицер... Фотография. Посмотрите, знаете, какой сайт? Ну, хорошо, я сейчас выложу это в Твиттер. Договорились? 66.ru. Есть. Это 66-й регион, 66.ru. Там есть фотография, где она стоит под снегом, девочка. В тельняшечке такая. На вытяжку. Перед офицерами в зимней одежде. А она стоит в этой самолетнем. Ужас. В снегу. Значит, слушайте. Они сказали так. Им, значит... Да с голыми ногами. Боже милость. Вы месяц снег с голыми ногами, дети. Боже милость. Хорошо. Ну что? Ну, они же русские. Ничего. Слушай, я хотел сказать... Знаешь что? Что? Им сказали, что в октябре победители поедут в Москву. Да что вы говорите? Да. В исторические музеи? Поэтому те... В Красную площадь? Да. Им покажут в Москву. В парк Заряде? В парк Заряде. В октябре? В октябре. Дайте два. Слушай, они должны были... Они им сказали. И покормят. Нет, им сказали. Им сказали. Не хотите? Идите отсюда. Мы вас не держим. Вот Виктория... Хорошая фраза. Я люблю ее. Виктория участница конкурса. Рассказывает, как с ними говорили организаторы. Мы же послушали Хельгу Рагулину сейчас, да? Вот послушайте Викторию теперь. Виктория. Это римское имя. Виктория римское имя. Хельга была у нас только перед этим скандинавка и викинг. А это вот римлянка, она говорит. Решение выступать на улице, скорее всего, было принято организаторами. В помещении было все занято. Другие команды возмущались. Им сказали. Идите отсюда. Мы вас не держим. Некоторые девочки из нашей команды уже были простужены. А сейчас окончательно заболели. У меня, к примеру, горло болит и температура. Это Виктория. Ну, поскольку она римлянка, она заболела. Понятно? Значит, решение выступать на улице принимали добровольно. И почему добровольно? Потому что баллы нужно было заработать, чтобы заработать поездку в Москву в октябре. Понятно? Да. Те, кто... Снег в балетках. Те, кто поймает воспаление легких. Воспаление легких. Там хронический бронхит. И проваляется месяц и так далее. Но до октября-то выздоровеет. И их отправят в Москву. Вы поняли, что я сказал? В Москву. Будем надеяться, что снег уже выпадет к этому моменту. А вы за бесплатно, гады, сейчас в Москве. За бесплатно. Вот так. Они разумшие по снегу за то, чтобы их отправили в Москву. Вот дура-то, а. Ну, я в хорошем смысле. 9.30. 9.30 в Москве. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. В списке в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса Яндекса, Твиттера и Фейсбука. В списке также оказались IP-адреса ВКонтакте, Одноклассников и Яху. Об их блокировке сообщается в телеграм-канале RKNS HowTime, который в автоматическом режиме отслеживает расширение перечня ресурсов к закрытым доступам. В частности, в список запрещенных включен один из IP-адресов ВКонтакте. Данные на сайте Роскомнадзора подтверждают, что доступ к нему ограничен, а поводом стал запрос генпрокуратуры. Помимо этого, в реестр попали один IP-адрес одноклассников, пять Яндекса, три адреса Твиттера, пять адресов Фейсбука. Также в список включены IP-адресы Амазона, Майкрософт и Гугл. Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин рассказал коммерсанту, что всего блокировки подверглись под сотню IP-адресов. По его словам, в списке запрещенных оказался и так называемый сервер времени, крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. Кулин отметил, что произошедшее, скорее всего, взлом самого Роскомнадзора. С 16 апреля ведомство, напомню, приступило к блокировке телеграмма. У многих мессенджер работает до сих пор. Лидеры КНДР и Южной Кореи обсудили денуклеаризацию полуострова. Эта тема вошла в повестку саммита в утреннем раунде переговоров. Кроме того, они затронули вопросы построения мира и улучшения отношений между двумя государствами, сообщила РИА Новости официальный представитель администрации Сеула. Сейчас в переговорах объявлен обеденный перерыв. В ближайшее время Ким Чен Ын и Мун Джейн продолжат дискуссии. Сергей Собянин опроверг данные о системе распознавания лиц в метро. Мэр признал, что был удивлен обнаружением первого преступника с помощью этой системы. Цитирую, за последние два месяца с ее помощью обнаружили уже девять граждан, находящихся в розыске, написал городоначальник в своем блоге. Он также отметил, что программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 миллиарда, как сообщили СМИ, а в 3 миллиарда рублей. В-третьих, система создана не под чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки, пояснил Собянин. На здании Манежа в Москве покажут световые фильмы о войне. Ленты, посвященные девяти городам-героям, жители и гости столицы, смогут посмотреть на фасаде выставочного зала с 1 по 11 мая. Для показа будут использованы технологии видеомэппинга, позволяющие задействовать архитектурные детали здания, на которые проецируется изображение из проекторов. Фильмы будут демонстрироваться с 21 до 23.00. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 62 рубля 60 копеек, евро 76.18. И о погоде в Москве сейчас, по данным Гесметио, плюс 9. В течение дня воздух прогреется до 14 градусов, возможно, небольшие дожди. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. Один плюс один будет три. Вы не ошиблись. В магазинах «Спортмастер» акция. Три пары обуви по цене двух. Только с 23 апреля по 16 мая. Подробности об организаторе, условиях и о товарах, участвующих в акции, на спортмастер.ру. «Спортмастер». Ни дня без спорта. Это когда нас с братом родители вместо луков отбили в запах. Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда. Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувства ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья. «У нас очень крупная компания, стабильная зарплата и оплачиваемый отпуск». «А соцпакет у вас есть?» «Есть. Бесплатные обеды, ДМС и…» «Понятно. Спасибо, я вам перезвоню». «Хэхэру. Выбери работу, которая подходит тебе». «Ноль плюс». Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Португальская песня против холода и обид судьбы. Родные португальские песни. «По воскресеньям после восьми вечера». Говорит Москва. Португальская песня «По воскресеньям после восьми вечера». Я, знаешь, что я хотел тебя спросить, ну вот по этой Екатеринобургской истории, уже без острот, глумления и без, так сказать, всего этого. Просто я хотел тебя спросить. Скажи, пожалуйста, а вот люди, которые как бы не отвечают ни за что, да, ну и не должны, не должны, вот они спокойно на это смотрят, и никто ничего не говорит. То есть, потому что офицеры — это мужчины. Офицеры, ну смотри, их снимают, их снимают, вот я вижу по кадру, да, стоит один офицер, отдает честь девочке в летней рубашке, в летней юбке, в балетках на снегу. Девочка что-то докладывает, они ей козыряют, отдают честь, ну, как положено. А в этот момент никто из них не говорит, прекратите безобразие. Да, почему ребенок голый на улице? Почему ребенок голый на улице? Прекратите безобразие. Я в этом участвовать не буду. Ну вот ты говоришь, да? Потому что это... Я в этом участвовать не буду. Дальше. Я вижу, как их снимает женщина, если я правильно понимаю. Женщина стоит, снимает, причем на селфи-палке, но снимает, предсказать, там, селфи-палки... В другую сторону снимает. В другую сторону, да. Снимает вот эту все фигню. женщина. Я хочу сказать, а эта женщина не говорит, прекратите безобразие. Не говорит, да. Почему у нас мы все время говорим о том, что должно государство отвечать? А почему не каждый? Каждый. А потому что это, видимо, не свойственно человеческому вот этому инфантилизму. Почему человеческому? Инфантилизм. Это же военные, они следуют приказу, правильно? Они же не должны обдумывать, что им приказывают. Им было приказано принять участие, значит, в мероприятии, они принимают. Да. А вмешиваться, они, значит, не находят в себе силы, потому что они не руководители. Нет, 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 вопрос. И, ребят, ребят, это серьезный вопрос. На самом деле серьезный вопрос. Послушайте меня. И как бы никто ничего не говорит, ты думаешь, что мы вдруг это нормально. Нет, нет, нет. Мы, каждый из нас, каждый из нас считаем, что на каждое дело есть какой-то ответственный, правильно? Правильно? Да. А ваше дело не выпендриваться. Вечер в хату исследуйте как бы протоколу местному принятому. Не надо спрашивать. Что это тут? Поэтому там десятки взрослых, десятки взрослых, да? Делать еще так. Эти десятки взрослых, как это сказать? Ну, они считают, что это не их собачье дело. Что это не их дело спрашивать. Правильно? Да. И все. А это у меня сыны и дочери отечества. Сыны и дочери отечества. 73-73-94-8. Вот почему? Почему так случается? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Извините, пожалуйста. Не получилось соединиться. Сейчас я попробую. Попробую, может быть, у меня удачливее будет в следующий раз. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Нет, у меня не работает. Надо попробовать. А? Да, да я понимаю, я понимаю. А? Надо перезагрузить. Ребят, давайте, давайте попробуем. Ну, попробуем. Ну, сейчас давай. Алло. 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 Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, смотрите, то, что там взрослые, они с подмороженными мозгами все ничего не понимают, это понятно. Каждый понимает. Каждый понимает. Каждый понимает, но мозги отмороженные понимают непонятно что. Да, смотрите, а детей готовят сразу к войне. Ну, то есть, как бы, патриотическое марширование девочек, это вот девочки, они зачем маршируют? Чтобы лечь под танк. Вот. А то, что они маршируют по снегу, это уже совершенно неважно становится. А, то есть, если они через час пойдут с гранатой в зубах под танк. Да, да, да. И вот эта вот вся армия, которая стоит у мужчин в зимней одежде, им, они все находятся в одной парадигме. Они все, как бы, правильно. Вот есть люди, которые надо защевать, вот люди под танки, вот женщины, которые снимают тоже в теплой одежде, им же надо дальше снимать. Да. Я понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. То есть, наш слушатель утверждает, что это следствие милитаризма, милитаризма мысли, как это, культурного милитаризма нашего. Понимаешь, да? Ну, да, да. Но он прав тоже, да. Действительно, какое-то имеет значение. Ну, действительно. Это же военное, это же патриотическое, это же партанк. Почему-то, 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 почему-то мы вообще по жизни стараемся не лезть. Как бы, ну, это не наше дело. Ну, вот почему так говорят. Да. Девочки раздетые выходят на снег. Инициатива наказана. Девочки раздетые выходят на снег. Любой человек субъектный, субъектный человек, ну, субъект. Да, начнет задавать вопросы. Субъект мысли, субъект права, закричит, что творится, что творится, что случилось, почему так, это не может быть. Я скажу. Понимаете? Надо в себе смелость и силы иметь. Это, видите, это не стандартное поведение, на самом деле. Да. Да. И даже есть часто, когда происходит какая-то, например, там, драка или что-то, и люди стоят и смотрят. Ну, да. Ну, и пытаются оценить ситуацию, взвесить там все, лезть, не лезть, разнимать, не разнимать. Ну, это, наверное, сродни. Я думаю, что мы лишены субъектности. То есть мы сами тоже дети. Да, да. Мы сами тоже дети. Конечно. Нас выгнали, нас выгнали. И мы такие хитрые дети, которые оделись потеплее. А перед нами глупые дети, которые оделись не тепло. Ну, и дураки. То есть мы примерно так относимся, да? Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да. Дайте комментарий подполковника запаса. Да, прошу вас. Вот смотрите. Вот я в МК сейчас смотрю. Да. Значит, два офицера стоят, и три мамочки там маленькие фотографируют. Значит, это есть в армии уставу, внутренние службы, которые определяют форму одежды. Есть и, которые, принимающие парад в одной форме одежды, а которые проходят мимо них в другой в лезть. Это так вам просто быть не может. Но у этих офицеров, у них мозги есть. Вот попробовали бы они солдата рядового вывести вот сам в зимний, а его в лезть. Да. Ну, а как? Почему каждый из них из офицеров не говорит? Стоп, стоп, стоп. Этого не может быть. Это чушь. Это ахинея. Так не может быть. Ну, потому что офицеры уже такие деградированные. Я-то старый офицер, советский еще. Это ж девочки, это ж мамочки. Они придатки себе все заморозят. Как они потом рожать будут? Ну, это что, мозги-то есть? Или они ниже плинтуса опустились уже? Мне нужно открыть атлас... Придатков. Атлас придатков. Я так и все говорят слово придатки, а я не знаю, что это значит. Ну, неважно. 7-3-7. Маски, трубы, яичники, все такое. А это вот этот лик сатаны. Все без чего можно жить. Вот это похоже на сатану. Можно удалить, ничего, качество жизни не изменится. Да? 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Понимаете, субъектность появится только тогда, когда там будут свои дети. Мне кажется, вся проблема в том, что ни у кого из присутствующих взрослых там не было своих детей. Угу. Не знаю. И никто не думает, чужие дети никому не нужны. Это забавно, это весело. Девочки... Значит, мы не общество. А мы никогда не были. Каждый сам за себя. Мы живем в джунглях. Когда-то это были джунгли растительные, сейчас это каменные джунгли. Каждый сам за себя, за свою семью, да. Мы кричим, мы рвем, разрываем всех вокруг. Что-то чужое нам абсолютно чуждо. Я не знаю, мне кажется, я думаю, может быть, я сомневаюсь, я не знаю. Может быть, мне кажется, что в Испании, например, все бы начали вопить сразу. И в Италии. Потому что там я часто путешествую и вижу, как они относятся даже к чужим детям. Да. Ну и вообще, им есть дело. Им есть дело до того, что происходит. Всем. Это правда. Но у нас... И в Израиле есть дело. Всем есть дело. То есть все суют свой нос сразу. Что вы делаете? Почему это так? Сразу суют свой нос. Абсолютно. Понимаете? Возможно, это воспитание. Скорее всего, это воспитание. Это даже менталитетом назвать нельзя. Это субъектность. Это субъектность. Это субъектность. Они субъекты. Они имеют право говорить, возвышать голос и спрашивать. Мы не имеем права ни говорить, ни возвышать голос, ни спрашивать. Мы просто стеснительно. Это культура. Это же культура. Культура. В Израиле ты делаешь что угодно, все начинают тебя... А что такое? А что такое? А что помочь? А что такое? А что вы делаете? Понимаешь, да? Моментально. Моментально. В Испании. Моментально. Или в полицию идут в жалость. Чтобы разобраться, что случилось, почему это такое. Понимаешь? Каждый. Каждый. Либо подходит, спрашивает. Я говорю про Испанию, где я знаю. Понятно, да? Я знаю про Испанию, я знаю про Америку. Я плохо знаю Италию. Был там всего три раза, не знаю. Но я знаю плохо ее. Ну и так далее. Понимаешь? Я знаю, что во Франции докопаются моментально. Докопаются сразу. Я передвинул столик на улице в кафе. Сразу пришел какой-то хрыч. Дед. Который начал двигать его назад, включив говнометалку, что он, значит, вот это неправильно, потому что это правильно. Вообще какой-то левый дед просто шел по тротуару. Слышишь? Просто шел по тротуару. А почему так? А если вот я здесь сяду, то я вам буду мешать? И что-то... Иначе он устроил целую сцену у фонтана на 10 минут. После чего я сделал столик назад, он встал и ушел. Все. Ушел дальше, как он шел по тротуару. Он вообще пришел просто меня достать. Понятно? Это во Франции. То есть всем есть дело. Всем есть дело. Все по каждому вопросу докапываются. У русских нет дела никому ни до кого. Понятно? Он может лечь и сдохнуть. Понятно, да? И никого нет дела. В Эстонии был случай, вот пишет в 84-й. Папа начал шлепать своего сына. Тут же налетели эстонцы, стали объяснять, что так делать нельзя. Понимаешь? Ну, я не знаю. Это детский омбудсмен язык проглотила. Детский омбудсмен... Ну, кто-то знает, кто-то велел. Вот и все. И все. Это... Это часть... Это часть нашей несубъектности. Нас не интересует, что происходит. Мы не имеем права задавать вопросы. Значит, раз происходит, значит, кто-то распорядился. Если происходит что-то, значит, кто-то сказал так. А ты чё? Тебе больше, чем надо. Ты хочешь, чтобы тебя сгнобили? Ты хочешь... Ты хочешь каркать здесь стоять? Ты хочешь язык свой поганый распускать? Ты хочешь выступить, чтобы тебя закопали? Работы лишился? Выгонят к чёртовой матери? Молчи, стой! Придурок! Вот и все. Правильно? Да. На возраст. Нас матери этому учат. С детства. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анастасия. Ну, вот меня пока не закопали. Расскажите. Алло. Расскажите, да, расскажите. Ну, пару случаев было из моей практики. Ну, вот в армии, допустим, своего командира, да, написал всё, что было и про рабочки, и про всё, когда он мне сказал, что я два месяца лишних переслужу. Потому что я ему водку из отпуска не привёз. Вот. И в институте было, когда преподаватель хотел с меня содрать взятку. Вот. Уже с видеокамерой, значит, со встроенной, со всеми делами я пришёл, но там был самый счастливый день в её жизнь, пронесло её мимо тюрьмы. Угу. Так что пусть каждый ответит для себя, что он тварь дорожащая или правоимеющая. В Америке сразу бы позвонили в полицию, пишет Олег, Олег из Лос-Анджелеса. Сразу бы позвонили в полицию. Да, в Америке звонят в полицию. Это вот прямо моментально. Я тебе говорю, там по любому поводу. Ты повышаешь голос на ребёнка, звонят в полицию. Ты, значит, слышат соседей, что ты повысил голос, звонят в полицию. Ты разжигаешь там пять листьев, которые ты граблями смёл, пытаешься их сжечь. Пошёл, только дымок над забором показался, звонят в полицию. Всё. И приезжает пожарная команда, всех кладут на пол, наручники увозят. И на этом заканчивается. Понятно, да? Да. Ещё приезжают всё через две минуты. Потому что им делать нечерто, они вот ждут, куда поехать, и кого бы застрелить. Понимаешь? Вот и всё. Всё это работает. В России, пожалуйста, девочки маршируют, а им говорят, не хотите, не надо, в Москву не поедете. Знаешь, что выиграл? Выиграл, там же выиграл команда. Ты кого выиграла? Да, команда выиграла. Сейчас, секундочку, сейчас. По итогам отборочного тура гран-при марширования в балетках по снегу достался отряду «Рысь» из Карпинска, или Карпинс-Карпинска. Его командир Кристина Закерзянова получила сертификат на бесплатное проживание в Москве во время заключительного этапа «Марша победителей». Одна? Нет, она для отряда. То есть у них из Карпинска отряд «Рысь» и «Рысь». А она бесплатна. А, нет-нет, весь отряд поедет, Кристина повезёт, на «Марш победителей» в октябре, и она, и они, их отряд будет бесплатно жить, в отличие от тех, кто не победители. Понимаешь? Круто. Круто, круто, мать. Стоило ходить по снегу-то, чё? Полоскалки строят. Это интересно мне. Полоскалки. Это значит, я думал, для чего? А потом я догадался. Я догадался. Мать, ты не думаешь, есть одна интересная вещь, надо, может быть, где-то это написать, может быть, Пелевин прочтёт, и Пелевин как-то это опишет потом. Ты не думаешь, что половина нашей жизни, а может быть больше, делается для китайских туристов. Да. Я вот так сегодня, меня эта мысль поразила, и она меня примирила с реальностью полностью. Сегодня. А меня пару недель назад. Пару недель назад. Я тебе хочу сказать, что был период в апреле, с чем бы то ни было связано, и мы не знаем почему, что православные церкви дольше и чаще дудели, били в колокола. Да. И я был, случайно шёл, надо было там в район Остоженки пойти, я шёл по Патриаршему мосту, и вдруг колокола начинают бить. Я говорю, они почему-то, вот у них почему-то был период такой тревожности в апреле, они всё время били в колокол. Ага. И я вижу толпы китайских туристов, ах, мать! Им нравится, да? Так нравится, они начинают, они начинают видосы писать, они начинают что-то туда стримить, что-то туда рассказывать, они поднимают телефоны микрофонами как бы к церкви, чтобы гул колоколов записать. Они так прутся, я думаю, хорошо, а сколько это даёт денег? И мы вместе с ними. Это же даёт деньги городу? Конечно. То есть китайские туристы слышат звон колоколов. Да. Их это вставляет не по-детски, они это записывают, выкладывают себе там в свои сети, они фоткаются, они пишут видео, видеообращения под колокола. То есть их это реально, реально прёт по-настоящему. Понимаешь, да? Да. И я подумал, а сколько сфер нашей жизни уже существует главным образом для китайских туристов? Вот, вот, вот. И вот послушаем меня. В Великом Устюге, я просто даю вам ещё пример, в Великом Устюге объявили аукцион на полоскалке белья в реке. Администрация города Великий Устюг в Вологодской области объявила на сайте госзакупок аукцион на выполнение работ по обустройству, обслуживанию и демонтажу ну, это старое, надо демонтировать, мест для стирки и полоскания белья на реке Сухоне. А? Администрация... 210 тысяч, мой. 210 тысяч. Обустроенные полоскалки для белья в реке планируется создать в районе спусков к этой реке между улицами Энгельса и Васендино, на улице Щелкунова, а также в деревне Дымково, населённом пункте Коромыслово, входящих в состав города. Места для стирки и полоскания белья это специально оборудованные металлические конструкции и полоскалки, в основе которых несколько металлических поплавков, соединённые между собою деревянными трапами и оборудованные деревянными поручнями с деревянными столами, настилами, говорится в техническом... Это же для китайских туристов всё делается. Это всё делается для китайских... Ты понимаешь, чем дело? Конечно. Мы пригодились. Мы все пригодились. Мы... Аниматоры. Срущие в люфт-клозетах на огородах, теперь, оказывается, делаем это для китайских туристов неожиданно. Понимаешь, что делать? Ну, так здорово же. Вот же мы раньше-то просто так это делали. А теперь китайским туристам по кайфу. Да. Я думаю, неожиданно, как много вещей можно продать китайским туристам. как аутентик рус, натурель. А? Се рус, натурель. Аннеди. Па пусибль. А? Дефекасион. Аль огород. Огород де русс, дефекасион. Натурель. А? Что, нет? Да, изолой присыпаем, чтобы не пахло. Конечно. Конечно. Это же все для туристов. Я сейчас представляю, как много, как много жизней происходит, происходяло понапрасну, а теперь, когда пришли туристы, это все обрело смысл. Звон колоколов, полоскалки, это все, это все теперь... Я даже думаю, как вот теперь в индивидуальном порядке можно все это поддержать? Как-то надо. Надо. Надо как-то. Надо. Как-то прекрасно. Это городу дает бюджет. 60 миллиардов рублей привезли сюда китайцы в каком-то году, сейчас не помню, может быть, в 16-м. И они продолжают привозить все больше и больше миллиардов рублей. Понимаешь, да? Да. Это потрясающе. Я все время вижу их автобусы. Слушай, я вываливаюсь по пояс и кричу не хао всегда. Да? Да, один идиот. На всю Москву есть один идиот. Я призываю это всех делать. Товарищи, эти люди нас кормят. Значит, когда я вижу китайцев, группу китайцев какую-нибудь, я еду по Причистинской набережной. Послушай меня, я еду по Причистинской набережной. Там есть отель какой-то, и там есть магазины, куда их воры, негодяи-экскурсоводы завозят, чтобы купить ювелирку. Там есть магазин ювелирной продукции, куда их негодяи привозят целыми автобусами, чтобы они купили себе ювелирную продукцию, якобы. А им рассказывают, что это русский янтарь, ра-ра-ра-ра-ра-ра, сделанный в Гуанчжоу из китайской смолы. То есть, ну, смотри, из пластмассы. Ну, неважно. А им там поджигают, показывают, что она настоящая, воняет горящим ладаном и так далее. Понятно, да? Да. Все это все равно делается в Гуанчжоу, не имеет значения. Но они покупают здесь какая-то типа аляр-хуис. Понятно? И когда они стоят толпой и ждут автобуса, выкинутые, выплюнутые своими экскурсоводами в ювелирном магазине, я высовываюсь по поясу, там всегда, потому что очень маленькая скорость, мы ползем по Пречисленской набережной, и я им кричу ни хао, ни хао, всегда, ни хао, ни хао, вот так. Но поскольку они не понимают, что это значит. Они не понимают, я тебе скажу почему. Потому что у них по нотам надо. А я ноты не соблюдаю. Тоны, тоны. Тоны, тоны. Да, а я тоны не соблюдаю, они долго таращатся на меня, вот так таращатся, смотри, вот так. Ну их сколько, человек 12-15, вот так таращатся. Потом какой-нибудь старый мужчина и в группе наконец им переводит, что я сказал. Я им кричу ни хао, ни хао, ни хао, вот так, слышишь? Потом мужчина долго смотрит на меня, мучительно смотрит на звезды, мучительно туда, потом он говорит, ни хао. То есть имелось в виду ни хао. Ну так, как говорится, другими нотами, ноты там другими ноты. Да, и все такие офигенски радуются и начинают мне махать рукой. А мы им счастье. Как много мы делаем для китайских туристов, мать, подумай об этом. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Здрасте. Меня Олег зовут, я из Москвы, очень, достаточно много по работе просто с Китаем, и так случилось, что я там был в 2011 году. И потом долго не был. И вот был в этом году по два раза. Да. Ну, тоже в основном по работе. Я вам могу сказать, что, значит, печаль номер один. Если раньше ты приезжал в Китай, из России и чувствовал себя, ну, чуть богаче, чем они. Да, сейчас уже все. Чуть-чуть, немножко, все-все-все. Теперь ты приезжаешь и чувствуешь себя... Голодранцем. Ну, скажем так, голодранцем, да, практически. Да, 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 да. Даже будучи, в общем-то, по нашим меркам, ну, не самым бедным человеком. Да, 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 да. Со мной шутил, со мной шутил невежливо один китаец как-то раз в Ченду. Я решил обидеться, думаю, что за придурок, он в каких-то трусах Адидас был и в тапочках вьетнамках, таких дешевых. И потом этот чувак, я уже рассказывал, достает тысяч за 80 евро камень, этот самый, нефрит, садится в Порше, сидит, садится в Порше, Каен, значит, и уезжает. Я, я говорю, опаньки. То есть, они как бы странно, они иногда одеваются странно, да, на самом деле очень богатые. Да, и кроме того, я живу недалеко от гостиницы Салют, вы, наверное, знаете. Да, конечно, очень хорошо знаю. Я там был на субботнике, а с автобусами привозят. Они там очень любят жить. Вот, и постоянно, значит, вечером невозможно сходить в магазин, потому что наседает толпы этих китайцев. Вот, и в общем, они почему-то только группами большими, человек по 20-30, но, видимо, боятся все-таки медведей пока что. Да, 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 да. Вот, поэтому человек по 20-30 ходят. И полиция, они очень боятся полиции. Они мне говорили, они мне говорили, здесь мы учим, а у меня была знакомая китаянка, массажистка, она говорит, здесь мы учим наших надо перейти на другую сторону улицы. Вот как-то так. Да, правда, они боятся полиции. Нет, серьезно, боятся полиции. Их учат, что это опасные люди. Поэтому их действительно становится все больше и больше, потому что там, так или иначе, пропаганда тоже работает по поводу дружбы. Ну, и на самом деле им действительно интересно, а самое главное, очень бюджетно сюда ездить. Средние руки, там, китаец. А, кстати, надо еще понимать, что там минимальная зарплата, самая минимальная, 38 тысячи юаней, это примерно 33 тысячи рублей. Меньше платить нельзя, посадят точно. 33 тысячи рублей, да? просто, чтобы понимать, да, примерно так. Понятно. Это больше, чем у нас в Академии наук. 33 тысячи рублей, минималочка. Ладно, ребят, в движение, в движение, в движение. Подъем в движении. Спонсор рубрики ООО ЧОП Юг Дельта. Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8495-926-48-29. А мы такие, мы Диснейленд для китайцев, понимаешь, в чем дело? Конечно, понимаю. Но тут надо врубиться. Ребят, поймите, вы, вы все Диснейленд для китайцев, понимаете? Поэтому лучше, чтобы было все аутентик, аутентик, аутентик. И дефекация в огороде. Обязательно. Дефекация в огороде. Люфт Клозет. Ну, это все, это все, вот весь ваш фолк, это офигенская приманка, это якорная приманка для китайцев. Вы просто срете в огороде, а не знаете, что это, китайцам это продают как особое ваше, надо сказать, что-то так. Да, навык, особый навык. Не каждый попадет в дырку. Хорошо, давайте, значит, 6 баллов, давайте посмотрим, что. Очень плохо из Одинцова выезжается и на Минки там тоже, там какие-то работы, там нарисован какой-то крестьянин с киркою, он там делает так, что проехать невозможно, очень удобно. Потом еще на шассе энтузиастов в обычном месте пробка на нижегородке и в текстилях чуть меньше, чем обычно, а серьезно, абсолютно стоит Варшавка и до третьего кольца, начиная от слияния почти с Коширкой и до третьего кольца вообще никакого почти движения. Там две аварии. Вот что случилось. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. 10 часов в Москве, в студию Ольга Данилевич. Здравствуйте. Роскомнадзор объяснил временную блокировку соцсетей технологическими причинами. Как говорится на странице ведомства в Фейсбуке, сейчас эти IP-адреса доступны. Ранее СМИ сообщили, что в рест разопрещенных сайтов попали сразу несколько IP-адресов ВКонтакте, Яндекса, Твиттера, Фейсбук и Одноклассников, Яху и российского сервиса онлайн-дневников Life Internet. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Телеграм в России по решению суда из-за отказа передать ключи шифрования в ФСБ. Мессенджеры для обхода блокировки используют сторонние ресурсы. На этом фоне в работе ряда сайтов возникли проблемы. Лидер армянской оппозиции обсудил с президентом ситуацию в стране на своей странице в Фейсбуке. Никол Пашинян написал, что встреча с Арменом Саркисяном состоялась накануне вечером. По словам Пашиняна, глава государства принес с собой на переговоры в 2011 году. Ранее лидер оппозиции называл британский паспорт Саркисяна помехой для его президентства. В Армении с 13 апреля продолжаются массовые акции протеста. Изначально демонстранты выступали против избрания премьером Сержа Саркисяна. 17 апреля оппозиция объявила о начале бархатной революции, однако, несмотря на протесты, в этот же день Саркисян возглавил правительство. Менее чем через неделю он подал в отставку на фоне продолжающихся демонстраций. Основной собственник торгового центра «Зимняя Вишня» отдаст свою часть здания муниципалитету. Речь идет о Кемеровском кондитерском комбинате. Как сообщил мэр города Илья Середюк, представители компании готовы профинансировать снос здания в целом и создание на этом месте того, что хотели бы видеть кемеровчане. Градоначальник отметил, что на решение юридических и организационных моментов может потребоваться чуть больше недели. Середюк также добавил, что всего есть четыре собственника, которые готовы отдать безвозмездно здание ТЦ муниципалитету. 25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя Вишня» в Кемерове произошел пожар. В результате, по уточненным данным СКР, погибли 60 человек. В России на свободу вышли пять пожизненно осужденных. Эти данные за период существования в стране колонии для таких заключенных привела Федеральная служба исполнения наказаний. Как уточнил ТАСС, глава управления исполнения приговоров и специального учета в СИН Игорь Веденяпин, речь идет об осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы. Веденяпин пояснил, что основанием для их освобождения стали пересмотры приговоров после гуманизации уголовных наказаний. Никаких других подробностей представитель в СИН не привел. В начале февраля СМИ сообщали, что на свободу вышел первый осужденный пожизненно Анвар Масалимов. Он был приговорен к смертной казни за убийство, совершенное в 1991 году. В 1998 указом президента казнь заменили на пожизненный срок. Позже вовсе уточнили, что Масалимов покинул колонию еще в июне 2016-го. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 62 рубля 60 копеек евро 76,18. И о погоде в Москве сейчас по данным Гесметио плюс 10. В течение дня воздух прогреется до 14 градусов, возможно, небольшие дожди. Ольга Данилевич Говорит Москва Говорит Москва Внимание, Внимание Говорит Москва Говорит Москва 94,8 Слушать Думать Знать Правильные глаголы Реклама Переплачивать за покупки это не гудс Быстро сравнить цены и выбрать лучшую это гудс гудс.ру Настоящий маркетплейс для всех покупок Дарим 500 бонусных рублей на первый заказ Организатор акции ООО Маркетплейс Акции действительно до 30 апреля МВидео возвращает 100% цены товара Только до 29 апреля покупайте товары акции с карты МВидео Бонус Если наша сборная победит в финале чемпионата мира по хоккею вернем 100% стоимости покупки на бонусную карту МВидео Первые 25 лет Подробности и ограничения в магазинах Это когда Маме чашку разбит А она не ругается Это когда Мама испекла Папе печенье Которое он любит Это когда Папа маме дадит цветы не только на 8 марта но и всегда Первая любовь Опыт отношений Общие воспоминания Чувства ответственности начинаются с семьи Главная ценность в жизни это семья Образование Образование Это неотъемлемая часть жизни любого современного человека Обретая знания в школе не останавливайтесь на достигнутом Получая высшее образование вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи Читайте книги посещайте музеи выставки лекции Приобретайте новые профессии и навыки Помните знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот Телефон рекламной службы 737-8747 код 495 Радиостанция Говорит Москва совместно с благотворительным фондом Подарок Ангелу собирает деньги на помощь Свете Пичугиной В 4 месяца девочки поставили диагноз гидроцефалия а затем ДЦП В свои 15 лет Светлана пережила несколько операций прошла не один курс реабилитации У девочки видны положительные результаты Света уже увереннее сидит появилась опора на руки ползает ходит с поддержкой Девочка учится на дому занимается вокалом Пение ее любимое занятие Она очень общительная жизнерадостная несмотря на свой недуг Ее мечта встать на ноги и пойти без чьей-либо помощи Для этого девочке нужны несколько курсов реабилитации Вы можете помочь Свете и другим детям сделав пожертвование на сайте подарокангелу точка ком Программа предназначена для лиц старше 16 лет Сережа пастушок Поиграет Поиграет Ранья дров Сережа Серебрена 10 часов 7 минут пятница 27 апреля Здравствуй Великий город Здравствуйте все Это Радио Говорит Москва Говорит Москва Анастасия 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 Ножко ведущая этой программы Сергей Доренко Все Вот Секундочку Можно я про Корею Корею Про Корею Про Корею Шепнуть словечко Лидеры За любимых За своих За родных Да Ну скажи Срочно Лидеры Кендер и Южной Гореи продолжают работу над совместным заявлением. И я хочу сказать, что очень много видео сейчас в ленте там появляется. И видно, что они оба счастливы. Абсолютно. Это видно. Вы заметили тоже? Это притворное? Это притворное чувство? Я думаю, искренне. Потому что вот так вот хорошее настроение изобразить по-настоящему. Знаете, бывает настрой, когда хочется поссориться и на всех покричать. Да. У вас такое бывает? У меня? Никогда. Нет. Я накапливаю упреки. Вы затаиваете. Я накапливаю упреки и выдаю их в сладчайшем виде. Мои сладкие гнилоядовитые упреки, это явство, которое я накричать я никогда не кричал еще. С роду ни на кого не кричал. Я орудую через ядовитые упреки. Нет, а мрачное лицо умеете же сделать? Нет. Серьезно. Нет. Вот тут этого мы не видим. Нет, когда они контролируют себя. Как Трамп с Макроном буквально поддерживают друг друга все время сзади там злокоток. Да, стряхивает перхоть. Волоси. Пилинку. Да, нет. У них там, кстати, другие волосы. У кого другие волосы? Ну, у азиатов. Я не про азиатов. Я тебе сказал, что Трамп с Макроном. С первого раза, да, непонятно. Да, 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 да. Нет, это известно. А Макрон ничего не обиделся, ничего не обиделся. У меня была макака, и у меня была макака, но это правда, я же держал обезьяну. Я тебе рассказывал, в Комсомольске-на-Амуре у нас была обезьяна. Ты же забыла? Нет, я помню, но я, кстати, забыла, куда... Много раз говорила об этом. Ее сдали назад хозяевом через два дня, двух дней хватило. Двух дней хватило для того, чтобы она научилась искать блох в голове у моего отца. Значит, она из вежливости искала блох, из вежливости. А я научился у нее анонировать. Но не находила, да. Это был самец макаки. Он научил меня анонировать. Это искусство было передано мне приматам, я бы сказал. Послушай меня. 62-66. Ты хочешь, чтобы я, наконец, рассказал? 62-66 это доллар. Ку-ку. 75-70 это евро. 74-41 нефть. Значит, и евро-доллар в паре 1.20. 81. Мы видим сильным доллар. И мы видим твой биток несчастный на 9-233. Я теперь всю жизнь буду что, оправдываться? Ты теперь ответственная. Ответственная. Ты, знаете, как менеджер, у которого есть провальный проект, который никогда не принесет. Слушай, мне написал человек, великий ученый, великий ученый, надежда русской науки и так далее. Понимаешь? На котором я, к сожалению, не знаю, как найти. Но он на самом деле великий человек. Его зовут Данил Славин. Попробуем. Попробуем позвонить. Open Settings. А у меня, потому что микрофон-пермиссы не включены. Вот это да. Я выключил микрофон. Вообще все повыключал у себя. Я просто время от времени уничтожаю всякие улики. И выключил микрофон доступ к этому самому. Я вот Данилу Славину попытаюсь позвонить. А что ты думаешь? Он, может быть, и ответит. Сейчас. Секунду. А, нет. Не знаю. В общем, он не отвечает. Короче. Он, он, он великий русский ученый. Который понял и разработал систему, подтверждающую мои вчерашние сведения. Я эмпирически сделал важнейшее открытие вчера. Все, его нет. Хорошо. Нет, подожди, он здесь. Даниил, здравствуйте. Данил, здравствуйте. Даниил, здравствуйте. Меня зовут Сергей Доренко. Я звоню вам прямо из эфира. Я звоню вам из эфира. Да, я звоню вам из эфира. Вы в эфире. Все, и все. И он исчез. И он исчез. Так. Вы слушаете меня, соли? Да, вы слушаете меня. Я хотел бы, чтобы вы повторили эту прекрасную максимуму, которую я вчера эмпирически открыл. О том, что волновой образ... Нет, все, он пропал. И все, и дело с концом. Ну и хорошо. Это великий ученый, который подтвердил мои вчерашние слова, что визуально и путем зрения и слуха мы друг друга не видим и не слышим и не можем видеть и слышать. Да. Это дезактуализированный способ восприятия. Да. Единственный правильный способ восприятия. И вдыхая запах. Мы тоже друг друга не слышим и не это самое. Единственный правильный способ это проперцепция и осязание. Алло, алло, здравствуйте. Еще раз, да. Даниил, да. Есть у вас секунда. Я сейчас говорю, что вы путем научных изысканий подтвердили мое эмпирическое утверждение о том, что зрением, слухом и обонянием мы не актуально узнаем друг о друге, а только осязание и проперцепция дают нам более точные сведения. Да, совершенно верно. Тут не совсем даже научное, тут больше философское понятие. Да, прошу. Мы когда видим человека или слышим его, мы имеем дело с волнами. Да. В данном случае со звуковыми либо световыми. То есть как будто мы имеем профиль человека волновой. Да. А когда мы его касаемся, да. то мы взаимодействуем с ним непосредственно. Непосредственно своей нервной системой. Абсолютно. Несмотря на то, что сигнал в нервной системе идет медленно. Алло, алло. Да. Несмотря на то, что сигнал в нервной системе идет медленно, мы, тем не менее, это непосредственное восприятие. Не с волновым образом. Да. Более того, ведь нельзя забывать такой фактор. Смотрите, когда волны попадают на наши рецепторы сетчатки и на наши рецепторы во внутреннем ухе, все равно от этих рецепторов в головной мозг информация идет по тем же самым медленным каналам. 20 метров в секунду. Спасибо вам огромное. Я знал, что наука на моей стороне. Про перцепция меня больше всего забодала. Нет, про перцепцию мне показалось самым правильным. Ты поняла? Я знаю, что когда How was the quality of this cold? Спрашивает меня в фейсбук. Я им написал 5 звезд. 5 звезд? 5 звезд за науку, товарищи. Слышно было так себе, но наука требует развития. Поэтому я поставил вам 5 звезд. Про перцепция. И... Ты поняла суть? Конечно, поняла. Ты не понимаешь. Когда я тебя вижу, я вижу прошлую тебя, потому что свет... Мы же с вами вчера еще дальше пошли, что и осязание тоже никакого плотного соприкосновения не происходит. Неправда, 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 неправда. Вот слушай меня. Я непосредственно нервами тебя осязаю, почти нервами, потому что у меня на коже есть эти нервные окончания. Вот послушай меня внимательно. Когда я тебя вижу, я вижу твой волновой образ, а не тебя. Волновой образ. И который к тому же потратил время на то, чтобы до меня дойти. И таким образом я вижу тебя не актуальную, а бывшую. Я вижу бывшую тебя. Когда я тебя слышу, я слышу бывшую тебя, потому что звук потратил время, и это тоже волны. Это твой волновой звуковой образ. Когда я нюхаю тебя, я слышу твой запах, например, запах твоих духов. Я понимаю, что это тоже некий образ, который я не потребляю непосредственно, а главное, на него уходит время. Время, понимаешь, да? Таким образом, это дезактуализированная информация. Зрение, слух и обоняние дает нам дезактуализированную информацию. Это старая информация, она очень старая, она уже неинтересна. Понятно, да? Когда же я получаю непосредственную информацию о тебе? Только осязанием и вкусом. Только со скоростью определенной. Вкусом тоже, наверное. Скорость тоже какая-то есть, тоже дезактуализированная, тотальное одиночество. Нет, 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 потому что скорость, скорость прохождения сигнала в моей нервной системе, она такова же, какова она и от уха. Понятно, да? Поэтому я, когда непосредственно тебя осязаю, трогаю за руку, например. В этом, в этом мои нервы соприкасаются с твоими нервами. И это и есть единственный способ узнать тебя. Глядя на тебя, я узнаю не тебя, а волновой образ прошлого. Вот пойми ты это. Когда ты станешь на сторону науки, от своей мистики, ты поймешь, что надо обниматься всем со всеми. Вот в чем загадка. По-белорусски. По-белорусски. А почему по-белорусски? Уже не знаю. Звягинцева обнимается. Данилевич же пропагандирует. А Звягинцева? Ну, Звягинцева, она тоже. Она ученица первая, верная. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Михаил, запрошу вас. Я знаю, что у вас тоже... Вы стоите на стороне науки тоже. Ну, естественно. Ну, вы знаете, квантовые явления космологические, они давно, уже сто лет, как этот вопрос освещен, в принципе, неопределенности. Дело в том, что вот тот свет галактик дальних, которых мы видим, вот сейчас сверхудивительное открытие о глобальном столкновении семи галактических пространств. Вы знаете, на каком расстоянии? Я сам, хоть наука для меня это фетиш, сам удивлен. Это происходит на расстоянии от Земли в 17 миллиардов световых лет. Вообще, можно себе это представить? Да, я знаю. Это сейчас или 14 с половиной, или... Ну, в общем, в этом роде. В этом роде, да. Миллиардов. Миллиардов. Знаете, для нас это невозможно. Но дело в том, что мы... Антропность наша позволяет нам только удивляться. Вообще, в мире говорят, что только 5-6 тысяч человек максимум вообще понимают то, что Эйнштейн когда-то набросал вот его теории относительности. Так вот, абсоризация относительности это был первый шаг вот к пониманию того, о чем вы сейчас говорите. Смотрите, свет дальних галактик распространяется бесконечно, потому что это отражение света и его распространение... Бесконечно. Она не может у нее бесконечно. А разве они не пропают? В рамках, тем не менее, все-таки Вселенной. Вселенная бесконечна. Это философское понятие объяснило. Да, бесконечно в том смысле, что... Слово «ничто» ничего нет. Это всего лишь вербальный признак относительный. Ничто в физическом смысле не существует. За неделю до зарплаты у многих в кармане ничто. Ну, это да, это уже другое. Так вот, 300 тысяч километров в секунду скорость фотона светового. Поэтому разлет Вселенной, который Хаббл обнаружил, действительно дает нам, дает нам, во-первых, надежду, что еще 5 миллиардов лет мы можем с вами просуществовать, если катаклизм какого-то не будет. Потом материя начнет сжиматься, так? Да. И, естественно, все это придет опять в одну точку, что тоже себе представить страшно. Но вот вы физически правильно ощутили, что мы друг друга фактически не видим, потому что изображение куда-то улетает. И вот эта разница скоростная, она, конечно, минималистическая такая. Но физически... Да, она есть. Но в осязании вкусе, когда вы вкушаете человека или осязаете человека, вы получаете его непосредственно, just now. А когда вы его видите, вы видите волновой образ прошлого. Ну, естественно, если вы в комнате, например, абсолютно темной будете, ну вот с Настей или кем-то, вы действительно ее не увидите, потому что там нет отражения света, и вы не увидите ничего. Конечно, конечно. А подойти, взять за руку, вы сможете. Да, да. Поэтому физические объяснения, влекут ли они за собой гуманизацию общества всего мира. Ну вот два корейца встретились. Я, кстати говоря, очень доволен. Знаете, что я хочу сказать? Давайте. Что здесь видна заслуга этого Трампа, как мы его недооценивали. Он быстро все расставил. А сближение двух Корей, ну, несомненно, организовал Трамп. Смотрите, прошло сколько лет. В том-то и дело. В том-то и дело. И вот теперь как к нему... А вы знаете, что существует по урегулированию шестисторонняя комиссия, в которой лидирует Россия? Ну, это понятно. Уже лет семьи, значит. Да, нет. Ну, что-то такое есть, да. Я в этом связи сказал следующее. Мы похожи в Корее. Я сказал это и много лет назад. На самом деле, меня все еще не выгнали с работы. Я сказал, мы в Корее похожи на тракториста Васю. Но когда приезжает Брэд Питт... Нет, когда приезжает Брэд Питт, Манька бросает тракториста Васю и уходит к Брэду Питу. А когда Брэд Питт уезжает, она снова с трактористом Васей. Поэтому... Это потрясающе. Один год человек разрулил то, что мы 70 лет конючим. И причем начал с того, что он испугал этого Кима так. Я не считаю там тайные... Подогнал пару авианосцев. Он его реально испугал. Он сказал, я тебя потрус. Мы в международных делах можем столкнуться с еще одной западней. Это в Сирию начинают вкладывать деньги, как бы создавая некую параллельную сирийскую государственность. Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стефан Деместура больше не верит в возможность сирийского регулирования под эгидой России. То есть они отменяют... Отменяют... Запад и ООН отменяют российские усилия в формате Астаны, в формате Сочи. Значит, Москва выразила удивление. Он сказал, что инициативы под эгидой России достигли своего предела. Значит, дальше они будут высаживать из Сирии уже не столько Россию, сколько Иран. Они считают, что... Главная проблема, что Сирия марионетка Ирана, а Россия их как бы вот, ну, там сказать, там обслуживает. И в этой связи Россию надо теснить, а высаживать надо Иран оттуда. И таким образом они сейчас будут создавать, вкладывать деньги, развивать свои какие-то кластеры прямо на сирийской территории. Наплевав на всякого асада иранского марионетку, как они считают, и наплевав на наши старания дипломатические. Вам страшно? Мне... Я Даос. Я Даос. Если мы примем на какую-то минуту позицию нашу, российскую, то становится неприятно. Я всегда принимаю все позиции. Неприятно. Я всегда принимаю все позиции. Мне кажется, что это безошиба. Я Даос. Я принимаю мир холистический с восхищением. Я восхищен. Ничего не могу больше сообщить. Я восхищен. Вообще, в принципе, восхищен. Понимаешь? Да. По-нашему, по-даосски, мать. А что все? Все звонят, хотят предложить какой-то выход? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, доброе утро, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Отдительно вашего эмпирического утверждения. Чуть-чуть мы ушли уже от той темы. Да, но если у вас есть научное обоснование, то мы можем вернуться. Наука всегда должна торжествовать. Ну, не могу прямо утверждать, что это научное, но историческое обоснование все-таки есть. Во времена пророка Мухаммада... Да. Вот такая ночь, мирач называется, когда пророк возносился на небеса. Да. И после возврата оттуда пророк описывал, что он там видел, ад, рай, солнечный день, все, и у людей, естественно, в наши дни возникают вопросы, а как это он увидел, а каким образом это... Да. И вот доказательством всему этому, то, что мы вчера сегодня обсуждали, есть его вознесение. То есть мы сегодня живем в настоящем догоняющей прошлое, если так более точно выразиться, потому что все это уже, то, что сейчас есть, это прошлое. Но мы живем в настоящем догоняющей прошлое. Получается, книги «Судеб» уже написаны? Книга «Судеб» написана, да, и все уже... Я всегда бываю очарован, я бываю очарован этой концепцией, она мне очень нравится, мне очень это нравится. Спасибо вам огромное, спасибо. Я очарован концепцией книги «Судеб» уже написаны. Они не просто написаны, они уже и прочитаны неоднократно. А Сократ, пройдет тьма веков, и я буду вновь стоять перед вами, помните, он еще никому говорил. Нет, вот эта вот суфийская мудрость о том, что книги «Судеб» уже написаны, с которой сейчас выступил наш слушатель, я ее абсолютно очарован, честное слово. Ладно, погнали дальше. А если это так, то «Мисс Россия» тоже, она уже была, и все это было, и книга «Судеб» ее написана. Ты видела, это Юлия Поличихина, в эфире нашей радиостанции, говорит Москва, заявила, что она за блокировку «Телеграма». Да. Да? Да, 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 она поедет в Сирию, на Донбасс. Не на Донбасс, а в Донбасс, потому что у нас по-русски говорят «в бассейн». «В бассейн». «Донбасс» — это бассейн, донецкий бассейн. Понимаешь, да? Поэтому нельзя поехать на бассейн. Не переходите на украинский язык, пожалуйста. В русскоязычной передаче на радио «Говорит Москва». Я вас очень прошу. Договорились? Хорошо. Она поедет в Донбасс. Скажи, пожалуйста. Она поедет в Донбасс. Может быть, после того, как поедет в Кузбасс. Может быть, после поездки в Кузбасс. Да, в бассейн. Хорошо. Значит, уроженка Чувашии Юлия Поличихина победила в ежегодном конкурсе «Мисс Россия». Ей 18 лет, она учится в университете на журналиста. Она сделала со журналиточкой. Она наша будущая коллега. Она наша будущая. Может быть, уже коллега. Уже. Она писала в стенгазету в школе. Да. Откуда? Как нам знать? Она, видишь, и все. Хорошо. Она поедет в Донбасс и в Сирию и будет везде требовать закрытия телеграммы. Она прелестна. Да. Она прелестна. Я все думаю, как долго она будет, мы стали более лучше одеваться. Это Света... Из Иванова. Из Иванова. Кстати, как она? Поставь мне, поставь мне Свету из Иванова, я очень прошу. Мы стали более лучше одеваться. Вот эта «Мисс Россия», она мне похожа на Свету из Иванова. А зачем ты, зачем ты... Ну, хорошо, вот наши... Дай, 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 дай. Тихо, не трожь, не трожь. Минута 30 верхняя, да. Не трожь. Да, спасибо тебе большое. Спасибо. Какая-то молодая. Меня зовут Светлана, я из города Иванова. Единая Россия очень много сделала достижений, они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться. И не было того, что сейчас. Это очень большие достижения. А в сельском хозяйстве очень хорошо. Что именно в сельском хозяйстве они сделали? Стало больше земель. Крем. Ну, я не знаю даже, как сказать. Засеивать больше земель. Овощи там, рожь, вот это все. Что еще сказать? Так как у нас страна многонациональная, у нас в Москве очень много людей, которые очень помогают нам, из других городов. Вы считаете, это тоже достижение? Да, это большое достижение. Очень хорошее даже. Ну, все, ну, все, ну, все, ну, все классика надо знать. Она прелестна. Уже выросло поколение, которые не видели этот ролик. Да, нет, мне кажется, что все видели. А используются? А радио в школе не показывают где-то на уроках? Ну, в первом классе, да. Должны, подождите, да еще, тогда да еще. Да, в медицине. Но у нас в Иванове очень хорошая стала медицина. А что еще? В Иванове стала очень хорошая медицина. Медицина в Большом городах хорошая. Что хорошая? С жильем никаких проблем. С жильем никаких проблем. Люди помогают очень хорошо. Все, все, все. Но стали более лучше одеваться. Все-таки, мне кажется, самое хорошее. И это Мисс Россия тоже, она вот по этой части. Она тоже стала более лучше одеваться. Я не знаю, но у них же там интеллектуальный тоже конкурс. Интеллектуальный. Интеллектуальный. Они обязательно там... Судок и кроссфорд разгадывают на скорости. Это правда? Ты сейчас говоришь? Нет, нет, это шутка. Нет, нет, смотри. Ну, я думаю, Мисс Россия, если бы я проводил конкурс, я бы, конечно, посмотрел их на движение. Желательно с минимумом одежды. Ну, в смысле, потому что движение женщины, они как поэма. Да? Ты помнишь это? Чтение журнала Hello на скорости. Ты помнишь, откуда я сейчас это прочитал? Нет. Это самое... Эпанема. Герл фром Эпанема? Ну, конечно, должно сказано, должно сказано, должно сказано, что ее движение, это больше, чем поэма. Значит, я бы погнал девок ходить взад-вперед, я бы обязательно попросил их поговорить, а может быть, наоборот, закрыть рот, потому что, черт тебя, может быть, может быть и это самое, понимаешь? Может быть, ты пожалеешь о том, что они открыли рот. Кстати, зачем мы, зачем мы вот ее слушаем, эту прекрасную девушку? Она, может быть, молча была бы прекрасна. Она бы шла на Леблон. А, Эпанема, прости, конечно, Эпанема. Внимание! Внимание! Говорит Москва! Девяносто четыре и восемь. Десять тридцать в Москве. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. Начну сообщение с пометкой «Срочно». В Пханмунджоме возобновились переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи. Делегация во главе с Ким Ченныном вернулась в южную часть города. Сообщает РИА Новости. Подробности последуют. МЧС проверяет данные о пожаре в торговом центре на севере Москвы. О возгорании в здании на Дубнинской улице ТАС сообщил источник в экстренных службах. По его словам, из вентиляции валит густой дым. Проводится ли эвакуация, собеседник агентства не уточнил. По адресу Дубнинской улицы, 12-Б, расположен торговый центр Дигунина. Лидер армянской оппозиции заявил о готовности к переговорам с временно исполняющим обязанности премьера. Никол Пашинян пригласил Карена Карапетяна встретиться в полдень в гостинице «Мариотт». Цитирую. «Встреча должна проходить в присутствии журналистов», сказал Пашинян на митинге в центре Еревана. Он напомнил, что первый этап переговоров с временно исполняющим обязанности премьера провалился. Выражаем готовность продолжить переговоры, но только по нашей повестке, заключил Пашинян. И в эти минуты РИА Новости сообщает, что временно исполняющий обязанности премьера Армен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции. Пресс-секретарь главы Кабмина Арам Аратян заявил, что Карапетян считает их бесперспективными. В Армении с 13 апреля продолжаются массовые акции протеста. Изначально демонстранты выступали против избрания премьером Сержа Сарксяна. 17 апреля оппозиция объявила о начале бархатной революции, однако, несмотря на протесты, в этот же день Сарксян возглавил правительство. Менее чем через неделю он подал в отставку на фоне продолжающихся демонстраций. В итоге временно исполняющим обязанности главы правительства стал Карен Карапетян. Армен Джигарханян проведет в больнице несколько дней, как заявил РИА Новости его друг Артур Сагаманян, народный артист СССР, может вернуться в театр уже на следующей неделе. Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы, добавил Сагаманян. Ранее в СМИ появились сообщения, что Джигарханян экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме. Сагаманян уточнил, что актера доставили в больницу из-за слабости, которую тот ощущал последние несколько дней. При этом друг артиста заверил, что его состояние нормальное. США составили список стран, не поддерживающих их позицию в Генассамблее ООН. Первую десятку в перечне заняли Зимбабве, Бурундий, Иран, Сирия, Венесуэла, Каэндер, Туркмения, Куба, Боливия и ЮАР. Цитирую, американский народ платит 22% в бюджет ООН больше, чем три последующих страны-доноры вместе взятые. Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года, говорится в заявлении постпреда США при ООН Ники Хейли. Она отметила, что это, цитата, «неприемлемый отклик на наши инвестиции». В десятку стран, чьи решения при голосовании в ООН чаще всего совпадали с Вашингтоном, вошли Израиль, Микронезия, Канада, Маршаловые острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина и Чехия. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 62 рубля 60 копеек, евро 76,18. И о погоде в Москве сейчас, по данным Гесметио, плюс 12, завтра до 14 тепла и небольшие дожди. Ольга Данилевич, Говорит Москва. У нас очень крупная компания, стабильная зарплата и оплачиваемый отпуск. А соцпакет у Вас есть? Есть. Бесплатные обеды, ДМС и... Понятно. Спасибо, я Вам перезвоню. Хэхэру. Выбери работу, которая подходит тебе. Ноль плюс. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно водитель Вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог Вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знаком дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 737-8747, код 495. Гудошникова. 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 Абсолютно гениальный, потрясающий ведущий Алексей Гудошникова. Абсолютно гениальный, потрясающий. Кто? Алиса, кто самый лучший ведущий на планете Земля? Конечно, Дарин. Ну ладно, я не могу это опровергнуть. Ладно, но кто? Тоже очень хороший ведущий. И не такой, конечно. Очень люблю программу Алексея Гудошникова. Просто попытайтесь это как-то уложить в своей голове. Программа Алексея Гудошникова. По будням с 6 до 8 вечера. Извините, можно войти? А вы кто? Хороший вопрос. Хороший вопрос. В эту пятницу гость в студии. Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко. Самые подкованные гости отвечают на самые продуманные вопросы. За вторника по пятницу после 11 утра. Хороший вопрос. Право знать. Говорит Москва. А ты можешь мне дать ссылку? Ну, в смысле, не ссылку, а прочитать в тексте. Вот мы читаем на ленте.ру. Треть российских учебников школьных забраковали. Потому что там лажка какая-то. Решение принято по результатам дополнительной экспертизы, проведенной Минобразованием, насколько я понимаю. Да? Нет? Да. Значит, заключение. Треть забракована вообще. Потому что там просто ахинея или что? Я не понимаю. Да, да, да. Я видела... Давай, давай, читай, читай меня, читай. Она сказала, она сказала. Настя сказала, я дам примеры сокрушительной глупости в учебниках. Давай, пожалуйста. Да. Давай, нарисуй фюся и каськюзябру. Нарисуй фюся и каркузябру. Я просто видела ошибки. Это что, нормально? Почему? А что-то плохого-то? Нет, здесь ничего. Это я просто с ходу, с лету по картинкам стала искать, эти самые фотографии. Но я могу сказать, что я лично... 116 плюс 6 равно 120. Это пример, который дети должны решить. Послушай меня. Значит, нет, нет, ну послушайте, серьезно сейчас говорю. 78 плюс 37 равно 115, написано. Зря не напишут. А? 115. Нет, 78 плюс 37 так и есть 115. Не надо смеяться. Ты смеешься сразу. Нет, я не смеюсь. Как будто это глупость. Нет, 78, я тебе еще раз. 78 плюс 37 равно 115. Это же нормально? Ну, как сказать. Ну, и у меня 115. Да. К полученному результату необходимо добавить цифру, контрольное число, чтобы получить сумму, делящуюся без остатка на 10. 116 плюс 6 равно 120. Нет, я могу просто... Здесь я начинаю сомневаться. 120. Мне кажется... Хорошо, я боюсь сказать, что я думаю, какой результат, но я боюсь, что я ляпну и надо мной будут смеяться. Но 116 плюс 6, 120 это так. Ну, это так. 120. Скорее 150. Скорее 150. Да. Как подлинному чуду дивишься собору Василия Блаженному, курантам на Спасской башне Кремля, памятнику героям, защитникам Отечества, князю Минину и гражданину Пожарскому. А что, ну, Минин был... Хорошо, ну ладно. Орфографический словарик, пиши правильно. Ладно, главное не лезть поперек. Поперек дядька. Берег, город, Орех. Да. Орех. А, Орех, Орех. Там, орфографический словарик. Облако Орех. Орех. А что это Орех, мы не знаем. Орех? Это надо посмотреть в другом. Может быть, Орех. Может быть, Орех. Может быть, да, может, нет. Какого цвета самый длинный карандаш? Три карандаша синего цвета. Ну ладно, ошибки в учебниках. Есть, Сергей, но есть ошибки просто синтаксические. Это важно. Потому что, когда ученик видит глазом ошибку написанную, он ее... Все равно у кого-то есть фотографическая память. Он ее запоминает и потом воспроизводит. Но это недопустимо. А зорняки Тошка и Тимошка решили выучиться курить. Тошка выкурил подряд две сигареты президент. А Тимошка одну сигарету прима. Вопрос. Кто из них дольше кашлял? Это из учебника. Это из учебника, товарищи. Вы знали. Это учебник. А? Да. Учебник. Про кашель. Я думаю, может быть, это так... А? Непарные звонские согласия. Влага, слон. Ну дай мне что-то смешное. Влага и слон не так смешно, как ты думаешь. Нет. Там надо писать какое-нибудь слово. Ну давайте еще что-нибудь. В аптечке было 27 лекарств. Два маленьких мальчика открыли аптечку и стали эти лекарства пробовать. Один мальчик попробовал пять лекарств и упал на пол. Второй попробовал три лекарства и с громким криком убежал. Сколько лекарств остались непопробованными? А было 27. Было 27. Было 27. Очень сложно, ведь они могут пересекаться. Понимаете, мы не знаем. 20, конечно, в том-то и дело. В том-то и дело. Возможно. С другой стороны, есть лекарства, вызывающие крик, а есть падение. Это разное. Может быть, это как раз разное. Я бы здесь разделил сразу. Я бы считал, что попробованы были 8, таким образом 19 было не попробовано. Нет, вот еще. Отец на 6 лет старше сына. Через 12 лет возраст отца и возраст сына будут прям пропорциональны числам 13 и 5. Найдите возраст отца и сына. Отец на 6 лет старше сына. Представь ситуацию. Шел старик по дороге, устал. Вдруг видит пенек, сел отдохнуть. Напиши по одному предложению, о чем думает старик. Сидит на пике. О чем думают муравей, который ползет по пеньку? О чем думает пенек? Порадуйте своей работой одноклассников. Я знаю, о чем думает пенек. Пенек единственный. Пенек единственный, который понятен, безусловно. Вот жопа. Да и мне другие слова. Вот такие, одна сложная, с точками. Если хочешь, сочини рассказ о том, как ты плывешь по небу. Запиши два первых предложения своего рассказа. Как ты плывешь по небу? Соедини последовательные точки отрезками, что получилось. Скажи мне, скажи мне. Деформированная лава. А что, ты не плаваешь по небу? Ты не плаваешь, ты не летаешь во сне? Уже нет, ну что вы, конечно нет. А я летаю? Нет. Пора вам уже, Сергей, переходить к нам, когда вы бежите. И можете ножку переставить. Знаете, это такое возрастное, я слушала. И это как бы факт. Нет, я летаю во сне, дорогая. Я летаю во сне. Куда? На Airbus? Нет. Я летаю всегда на спине. Это вот подозрительно. Я никогда не летал животом вниз. Я всегда, я всегда делаю, как бы бегу спиной. Бегу спиной. Раз, два, три. Прыгаю и ухожу на спине, как в воде. Как в воде. Как вот ощущение, как в воде. Иду, как в воде. Понимаешь? Да. И летаю не очень высоко. Так, метров 200, 250. Вот так. Не очень высоко. Но если вы один летаете, то это нормально. Я один. Один, один. Довольно высоко. Синонимы — это близкие по значению, но различные по звучанию слова. Например, добрый, злой. Это два синонима. Добрый, злой. Они один. Значит, одно и то же, но звучат по-разному. Добрый, злой. Какое слово сказал паровозик? Нужно из букв О. В-Н-А-Г. Ну, Овнаг. Так, если прочесть, то получается, что другое слово единственное возможное, которое складывается. Я не знаю, его можно в эфире произносить? Не знаю, потому что здесь А. Не может быть. Какое слово сказал паровозик? Буквы Овнаг. О-В-Н-А-Г. Но если сказать говно, то будет А. Это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Или говно, можно сказать еще. А? Паровозик не сказал вагон. Ну, дай ответить. Ну, давайте. Вагон он сказал. Боже. Он сказал вагон. Вагон-говно. Паровозик. Извините, пожалуйста. Паровозик сказал. Вагон, дорогая. Ну, что ты. А вот из английского. Yes, I am. B. Yes, I does. C. Yes, I do. Yes, I do. What is Yuri Gagarin's functionality? A. He is English. He is Spanish. He is American. Другого варианта нет. Да. То есть, Юрий Гагарин или English, или Spanish, или American. I am an English man in New York. Надо выбрать правильный ответ, и все. Джек Лондон. Я верю на благодарность и достоинство человека. Я верю, что духовность и... Био-корыстие. Био-корыстие. Биорыстие. Биорыстие. Вместо грубо-пошестокости. Это неправильно написано. Я даже не могу прочесть. Настя. Любовь к жизни. Сокращение. Это безучебников, Сергей. Это все учебники. Сколько животных стало? Все, что мы сейчас читали, это учебники. Одна треть учебников забракована. Потому что она написана с ошибками, и там чушь. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здрасте. Здрасте. У вас тут весело, а у меня вот грустно. Давайте. Учебник русского языка. Латышинская, целая компания. Настя знает, что такое спряжение глагола. Я вас упомяю. Прошу вас продолжать. Спряжение глагола? Нет, мы все знаем. Почему вы говорите? Я вас упомяю. Я лучше Насте знаю. Ну хорошо. Вот там написано в учебнике. Изменение глагола по лицам и числам. А слово окончание изменение чего? Окончание пропущено. Извини, окончание. Но еще можно относить на действие во времени. Это же принципиально. Ведь не только по лицам и числам. Например, а плюс к вам перфект. Это же по времени. Ну это школьнику вы скажите третьего класса или пятого. Я молю, ну что, ну знай, что было вчера, был. Я вчера был. Да, ну, в рамочке они запоминают изменение глагола по лицам и числам. Бубнят. А то, что ну просто слово окончание, чем меняется? Окончание меняется. Это сознательно или что это? Вот порезительство может быть. Да. А давайте попробуем, а давайте попробуем вас опровергнуть. Ах, вы ушли. Я хочу, я хотел бы произвести научный опыт и попробовать вас опровергнуть. Ну, мы вместе с вами могли бы попробовать вас опровергнуть. То есть, обязательно ли окончание изменяется в спряжении? А? Да. Что? Сюда. Я согласен. Ну, ну давай, давай, давай. Что? Что? Ну, на самом деле, раскладывание языка на чате очень сложная вещь. Почему? Ну, подожди, я пил, он пил. Я спал, он спал. Окончание не меняется. Вот я здесь, уважаемый педагог, я хотел вместе с вашей, я хотел чуточку подумать над вашим утверждением и чуточку его попытаться опровергнуть, и у меня почти получилось. Я пил, он пил. А почему, где окончание изменилось? Ничего не изменилось. А? Форма осталась та же. Ну, это же не для, это релевантно, не для всех форм, правильно? Ну, почему? Ну. Когда я пил, он уже выпил. Это вот плюс к вам перфект. Нет, ну, как мы отвечаем вообще? Плюс к вам перфект, слоями, слоями идет. Смотри, смотри, смотри. Past perfect. Относительно плюс к вам перфект, относительно past perfect. Вот послушай меня. Когда я пил, смотри сюда, смотри сюда, смотри сюда. Прошлую пятницу, когда я пил, а ножка уже выпила. То есть я начал пить, условно говоря, может быть, в 4 часа дня, а ножка в час дня. Внимание, поняла, нет? Ну, бывает, что они совпадают, но больше, в 8 количествах случаев они отрешают. Мы, 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 мы в России, мы в России, мы в России, не изменяя формы, за счет слов и конструкций синтаксических даем понять, что некое прошлое действие предшествовало перфекту, понятно? То есть есть перфект? Ну, это не к себе, это спряжение, это просто спряжение. Но здесь уже будет континуум, здесь уже будет как континуум, понятно, да? Да. А ножка уже выпила к тому времени. Это про времена глаголов, говорите. Черт. Спряжение глаголов, они не имеют отношения к изменению глагола по лицу. Все спряжение чертово... По спрягайте любой глагол, там будет... Все чертово спряжение придумано для того, чтобы спрягать во временах. Ты спрягаешь во временах. Просто спрягать по лицам в первую очередь, конечно. Просто спрягать нельзя, можно спрягать только во временах. По лицам. Прежде всего, личное окончание указывает вам на то, о чем, о ком идет речь, и в каком лице. Дальше уже времена приходят, конечно. Нельзя спрягать без времен. Когда ты это поймешь, тебе станет легче. Ты с кем-то споришь? Я лингвист. Меня все время декан находил в кафе во время изучения лингвистики. Он заходил в кафе, где я пил кофе. И он все время спрашивал, Белоус Илья Федорович. Он все время спрашивал, он не мог меня запомнить на лицо. Скажите мне, филюлюк? Вот так он говорил. Филюлюк? Он был из-за Львова. Я бы не смогла удержаться, чтобы не ответить ему. Филюлюк. Филюлюк. Нет, я говорил, я экономист. И все, он отставал. Значит, я филюлюк, поэтому не надо со мной, ладно? Ты не можешь спрягать вне времен. Не могу. Это полный абсурд. Ну, хорошо. И что, ну, это же не значит, что по окончанию мы не можем поднять. Мать, не надо со мной спорить. Мы не спорим, мы можем продолжить читать эти ляпы. Вот, пожалуйста, выучить стихотворение. Давай, зачем тебе? Белка хвостик подняла, твердый звук произнесла. Белка хвостик опустила, мягкий звук произнесла. Например. А какой? Собрали 50 килограмм яблок. Ты меня озадачил? Ну, теперь... Сбился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, доброе утро, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Значит, ну, во-первых, по поводу вас ремарк, я бы задумался о полетах. Это с точки зрения классических идей психиатрии есть вопросы к вам. Да, давайте, давайте, давайте. Это да. А теперь по поводу учебников. Да. Ну, вот Настя не помнит, мы-то с вами люди до исторического материализма, поэтому мы можем вспомнить ту ситуацию, которая была у нас. Был один учебник. Мне очень больно, что наше государство, ну, очень важную тему на тему обучения детишек поменяло на деньги. Потому что, если мы вспомним, был один учебник, огромное количество всякой литературы, пособий, факультативных курсов. Ну, и был миллион, и можно было выбирать на любую тему. А сейчас все же эти учебники, там, 900, они же утверждены, они же официальные. Но вот сейчас треть порежут все, сократят. Ничего не порежут. Ну, почему учебников не 20, не 30, не 40, ну, максимум 50, все остальное пусть будет факультативное и так далее, и тому подобное. Это же, ну, если мы что-то переведем на бабки, это же безумие. Это просто на бабки меняют качество. Хотите, я вас порадую? Хотите, я вас порадую? Спокою. Давайте. Вот у моего среднего сына, сейчас он первый класс заканчивает, он учится ровно по тем перепечатанным учебникам, по которым училась я. Такая возможность тоже. Есть некоторые учителя в личном порядке, как я понимаю, они там сами планы составляют, как я понимаю. Ну, координируясь со ВГОСами, да, учатся прямо один в один, все картинки, меня иногда немного подташнивают, и мучают, когда я их вижу, но, да. Ну, насколько я помню, мы еще учились, были какие-то учебники физики, человека, не идущие до революции. Там и в 70-е годы. Пока вы сейчас занимаетесь весьма важным разговором, вы позвольте мне вторгнуться, я смотрю полеты во сне диагноз. Полеты во сне, значит, осознанное сновидение, полеты во сне, айурведа, значит, это результат слишком напряженной работы. Побольше отдыхать, поменьше есть. Полеты во сне, это возрастание духовности. Я бы все-таки имел в виду, что не просто полеты во сне, а полеты во сне на спине. А я почему-то, я все, я не знаю почему, вот не знаю почему. А я всегда в лицо вниз лихаю. А я в лицо вниз лихаю. Там есть нюанс. Нет, я поворачиваю голову, я вижу землю внизу, я поворачиваю голову, но мне удобнее сохранять летучесть на спине. Понятно, разрешите. Я хочу сказать, что это все-таки не эти проблемы с действительностью. И говорит, это желание оторваться, а не желание видеть мир, как он есть, я бы задумался на эту тему. А зачем видеть мир такого, как он есть, тем более, что мы не знаем, какого он есть. Мы же видим волновой образ мира, лживый, насквозь лживый. Я не готов поддерживать эту дискуссию, тем более в эфире. Это можно лично, но очень бесконечно долго. Это говорит, что здесь точно не классическое, а не желание видеть действительность. Это святая правда, не желаю видеть действительность. Это правда. И это ровные показатели этих моментов. Да, спасибо, спасибо. Я не желаю видеть действительность. Юрий Николаевич знает, что это значит. Юрий Николаевич, здравствуйте. Нет, ох, черт, у меня сорвался Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, вы у меня сорвались. Юрий Николаевич, что-то случилось. Нехорошие люди перебежали нам дорожку. Юрий Николаевич сорвался. А тут еще какой-то 55-й, который забанен. 55-й, вы забанены. Что вы звоните, не знаете? Вы почему-то красный у вас, телефон красный. Я такие не беру. Алло, здравствуйте, слушаю вас. А вы видели автомобили Химкинской скорой помощи? У них слова «скорая помощь» написаны на капоте справа налево и в перевернутом виде. То есть, прочитать их можно, находясь в моторном отсеке, и так, как будто бы капот, если бы был стекла. А, то есть, они именно еще и в перевернутом виде, да? Да-да. А зачем? Вы не знаете, в чем... А вот кто-то имеет индульгенцию на вредительство, а индульгенцию исправлять вредительство? Нет. Они уже лет 10 ездят в таком виде. В перевернутом виде. Спасибо, Юрий Николаевич. Химкинская скорая помощь ездит не только справа налево, написаны буквы, чтобы было бы понятно, что их можно прочитать в зеркале, но и вдобавок себе в перевернутом виде. Таким образом, как если бы ты уже перевернулся и... Слушай, я сегодня аварию видел. Господи. Какую я видел аварию? А что я проснулся? Можно я расскажу? Нет. Во сне? Нет, нет, не во сне. Я сегодня проснулся, рано, потому что офигенски солнце в глаз светило. И я, значит, ну там 4, не знаю, 4.20, может 4.30 вот так. И я решил, что делать нечерто, а лежать в постели, читать телефон, жена скажет, уймись, дорогой, а сидеть все время в клозете, читать телефон, тоже беспонтово, правильно? И я решил сесть на мотоцикл, поехать кататься. Я поехал кататься. Потом поехал заправляться на Лукоил, на Коровьем Валу. Вы такой насыщенной жизнью. Я живу насыщенной жизнью. Я в 5 утра поехал кататься, тебе объясняю. Да. Я поехал на Коровий Вал в 5 утра заправляться, потому что у меня оставалось на 60 километров топлива. Я заправляюсь, в этот момент говорю, там, 400 рублей, вторая колонка, такие вещи говорю. И вдруг сзади, как будто бомбу взрывают. Бум! Сильный такой хлопок, но как бы такой глухой. Все думают, что бомба взрывается намного сильнее, она тоже хлопком взрывается. А оказывается, два таксиста. Кто-то шел на красный, там, Коровий Вал, значит, один вылетает с второстепенной. Кто-то из них на красный, я не знаю, кто. Честное слово, не знаю. Сейчас не могу грешить на таксистов, тем более они честные киргизы, правильно? Да. И не могу грешить на человека, который выехал на это сам. Маленькие машинки такие, какашечки. Hyundai, не знаю, чего, в этом роде. Ну, что-то в этом роде, понятно. Киарьё. Вот, один выходит на красный, то ли летит на красный, и таксист рубит мордой того чувака взад. Боже, полмашины нету. У таксиста капота нету. Причем они ходят оба. То есть машина будет безопасна. И вдруг, да, рядом стоит со мной господин, который моет свой автомобиль на мойке. Там же на Коровьем Валу, где Лукоил, там же и мойка есть. Ну вот, и значит, а он моет свой автомобиль, видимо, не побоюсь этого слова, шофер. Шофер. Ага. И он от нервов, у него начинает трясти от нервов, и он начинает говорить на чистейшем безукоризненном мате. Как они водят нехорошо, и вдобавок, это для них хроническая тема, водить нехорошо. Характеризует он приезжих. Прямо вот подряд, много-много мата, от истерики его начинает лупить, понимаешь? Да. Трясти. Да. И он прямо долго комментирует все это матом. А я смотрю на эту сцену, и заправщик свидетель, слушай, как они рубанулись. Я говорю, а как они живы? Потому что удар был какой-то совершенно нереальный. Угу. Бух-бух, по полмашины у каждого. Еще один таксист остановился как свидетель. Не знаю почему, ну или спросить, как дела. У них похожая раскраска была. Ну, в смысле, может быть, из одной фирмы, понимаешь? Да-да. Мать, как они живы. Они скакали вокруг машин на коровьем валу. Я скажу во сколько. Это было типа в 5.30. 5.30. Как зайчики. Я думаю, потом легли и умерли, мне кажется. Мне кажется, они потом легли и умерли. Вот сейчас медицинская точность зрения. С медицинской точки зрения. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анатасия. Хочу вас немножко развеселить. Давайте это вам расскажем. Какое у меня вчера... Ну, я не о филологии. Нет, ну, пожалуйста, мы уже давно не про филологию. Да. Ну вот, я вам и расскажу. Я вчера вечером встал, посмотрел в окно у себя в Тамаре. И там вдоль... Гляжу, Самара! Такая достоевщина! Да-да-да-да-да. И светятся безумные какие-то фонари. Безумные. Я думаю, господи, неужели там пригнали этих... Инопланетян. Инопланетян. ...военных. Инопланетян или пожар. И что же? Выяснилось утра. Это, оказывается, к чемпионату мира. У нас вдоль дороги такие повесили фонари. Мало того, эти фонари... Эти фонари повесили... Это знак приветливости. Мне кажется, в знак приветливости. Потому что самарцы угрюмые. Они угрюмые люди. Они оранжевые. Они оранжевые. Вот видите? Это как от военных этого. Это кошмар какой-то. Да. Нет, хорошо. А вы мне скажете, я сегодня видел аварию, где по полмашины рубанули друг друга. Полмашины у одного нет, полмашины у другого. Резко взад. Потом выскочили оба водителя. Я не видел подушек надутых. Ничего не видел. Значит, и стали бегать вокруг машин. И кому-то звонить и суетиться. Это что, шок? Что это? Ну, это... Ну, потому что я думал, они мертвые должны быть оба. Должны быть мертвые. Их должны плоскогубцами оттуда вывинчивать. Ну, во-первых, неизвестно, что они не мертвые. И сейчас. Это, во-первых, неизвестно. То есть, может быть, они потом легли и умерли, и все? Ну, вполне это возможно. А почему нет? Почему нет? Шоковое состояние. Ну, вы же знаете, шоковое состояние. Что там? Я гулял на мутации. Это как адреналин выделяется. Я сегодня... Да-да-да-да. Вот Андрей. Андрей спасатель. Андрей спасатель. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Да-да-да-да-да. Это трагедия и с ужасами, но здесь это даже забавно, и все вполне объяснено. Да-да-да-да. Ну, сейчас современные машинки делают громкими, сминаемыми. После ДТП они превращаются в страшную кашу. То есть, без восстановления абсолютно? Конечно, они не нужны никому. Все. Только капсула жива, вот это, наверное, жизнеобеспечение. Ну, вот, да-да-да-да-да. У меня был очень забавный случай. Да. Коротко расскажу. Это Ленинградское шоссе. Да. Лет 10 назад шел масс-ракетовоз, 12-мостовый, представляете? Ага. Какая машина. Ага. И со встречки к нему прилетела Таврия. Да. Такой вот запорожец новый. Ну и что? Как итальянцы в России, он проехал, срезав крышу, и все, и дальше поехал. Нет-нет-нет-нет-нет. Нас вызывают на место, мы из Ленинграда реагируем, приезжаем в ДТП, видим пропаханную просеку. Он ушел с дороги, с ракетовоз, то есть пытаясь вернуться от аварии. И нам гаишники говорят, что, ребят, там вот между седьмым и восьмым мостом, собственно, пострадавшие машины, Таврия, вот эта, в грязище, все это в болото улетело. Мы подходим туда с инструментом, предполагаясь извлекать уже то, что осталось. А он там бегает и кричит? Нет, мужичок говорит, ребята, у меня что-то плечо болит. Вот оттуда, из-под моста, между седьмым и восьмым мостом этого ракетовоза. В итоге мы отковыряли мужичка оттуда, которого потащило метров, наверное, 50. И у него в итоге был перелом ключицы. Ничего себе везучий парень. Спасибо, удачи вам, Андрей Спасатель. В движении. Самое ужасное место в Москве, это въезд по Минке, по М1, очень тяжело. И потом до Рублевки все стоит, тяжеловато. Вообще не ездите, сейчас репетиции парады. То есть один день нет, другой день есть и так далее. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 27 апреля. Внимание, внимание, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. 11 часов в Москве. В студию Ольга Данилевич. Здравствуйте. В Ханму-Джоме возобновились переговоры лидеров Каэндеры и Южной Кореи. Делегация во главе с Ким Чен Ыном вернулась в южную часть приграничного города. До начала самой дискуссии лидеры двух государств посадили сосну в районе демаркационной линии, которая станет символом мира и процветания полуострова. Сейчас они совершают прогулку тет-а-тет. Первый раунд переговоров прошел сегодня утром. Он длился около полутора часов. Затем был объявлен обеденный перерыв. Президент Южной Кореи положительно оценил ход встречи и добавил, что это может стать подарком всему миру. В свою очередь Ким Чен Ын пообещал Мунжиину больше не будить его по утрам ракетными испытаниями.